Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, а дальше как-то будем пытаться естественным образом... По-видимому, мне придется быть отвертственной за логику разговора. Это, конечно, безнадежное совершенно занятие. Ну, надеюсь, что, может быть, вот Александр будет меня толкать в бок и помогать мне каким-то образом. Продолжение следует... Название нашего круглого стола предложено нашим главным героем Михаилом Аркатьевым. Я, конечно, не рискну воспроизводить его логику, но все же мне представляется, что... Ну, как бы центральным словом, да, то есть, может быть, оспариваемым словом, проблемой является слово конфликт, как, ну, некая форма, там, логического соотношения, отношения вообще. И языки бессознательно являются той средой, в контексте которой будет поставлен вопрос об истине. Несмотря на то, что сам термин истина в названии круглого стола не присутствует, но вы видели анонс, и вот в анонсе об этом сказано. Мы уже неделю провели здесь в самых разных разговорах, и в ходе этих разговоров кристаллизовались две метафоры, которые, как мне представляется, должны сегодня послужить некоторыми границами нашего разговора или осями нашего разговора. Это метафоры Эдипа и Фауста, то есть две метафоры, которые, ну, как мне кажется, являются чрезвычайно значимыми для европейской культуры. И мне кажется, что вопрос об истине можно поставить, ну, то есть тут каждый из этих метафор формирует свое пространство для постановки вопроса об истине. То есть и два совершенно разных образа здесь возникают, и некоторая такая полемическая ситуация. Конечно же, то место, откуда мы смотрим, и вообще предмет нашего неизбежного интереса – это современность. То есть это та точка, где находимся мы сегодня, и любой вопрос об истине всегда имеет самое непосредственное отношение к современности. Судьба европейской культуры, ну, не знаю, сойдется ли она в точке современности, да, то есть, но в любом случае мы всегда пытаемся, концептуализируя сегодняшний день, да, то есть мы всегда пытаемся опираться на, реконструировать какие-то основания. И вот две этих метафоры, они как будто бы еще претендуют на соперничество вот в этом измерении, да, то есть я не знаю, как мои собеседники, но мне представляется, что метафора Эдипа, она в большей степени, ну, как бы имеет такую классическую ауру, да, то есть эдипальная история – это то, на чем стоит европейская культура. Я занимаюсь психоанализом, поэтому для меня это, ну, вообще очень естественно и органично, то есть когда Фрейд начинает разворачивать свой психоаналитический проект, то измерение трагедии для него является основополагающим, да, то есть психоаналитическое событие, он мыслит как трагическое событие, и содержание этого трагической истории, то есть мы целиком обязаны этим содержанием мифу об Эдипе. Фрейд очень мало сказал нам об эдипальной метафоре, по сути несколько строк в толковании сновидений, но, тем не менее, эти строки были такими достаточно выразительными, да, то есть Фрейд подчеркивает то обстоятельство, что, ну, как бы, сам образ Эдипа связан с такой ситуацией подвешенного вопроса, да, то есть ситуация саспенза, ситуация приостановленной истины, невероятно драматическое напряжение, да, которое возникает в тот момент, когда Эдип к истине приближается, и чем ближе он к ней оказывается, тем безнадежнее перспектива, да, то есть тем яснее становится зрителям, что встреча это, ну, то есть что он совершает очень серьезные, усилия, которых он не видит сам, для того, чтобы эта истина ему не открылась, да, то есть, ну, мы знаем, что, тем не менее, встреча происходит, и, ну, она, как бы, носит уже в некотором смысле не интеллектуальному усилию Эдипа мы этой встречей обязаны, да, то есть не она его инвестирует. При этом, конечно же, Эдипальная метафора это не только метафора Фрейда, и Ницше является здесь очень важным персонажем, да, то есть, опять же, как тот, кто очень много сказал нам о трагедии именно в связи с определением современности, и именно Ницше в рождении трагедии из духа музыки выделяет два этапа, да, еще один момент, когда Фрейд описывает нам эту ситуацию приостановленной истины, он говорит о проблеме знания, да, да, о встрече, желании и знания, то есть, кто такой Эдип, вообще говоря, это тот, кто разгадал загадку сфинкс, и это тот, кто ответил на вопрос о самом себе, да, то есть, о собственном происхождении. Ницше отчетливо совершенно выделяет два этих момента, да, то есть, говоря о том, что разгадывание загадки сфинкс, раскрытие тайны природы превращает его, наделяет его статусом царя, да, то есть, предоставляет ему все возможные привилегии и человеческое достоинство. Второй этап знания, через который Эдип проходит, лишает его всех возможных привилегий, но, тем не менее, дарит ему, там, как бы, еще, еще, как бы, более высокую форму достоинства, которую только теперь мы и называем человеческой. То есть, метафора Эдипа для нас и, скажем, вопрос об истине, который разворачивается в контексте этой Эдипальной метафоры, превращается в некоторый опыт слепоты и прозрения, то есть, которые совершенно неотделимы друг от друга. Такой слепоты и прозрения, которое оборачивается невыносимой болью, но эта боль, она имеет такую странную артикуляцию, да, то есть, вот Ницше говорит нам о третьей части этой истории, говорит о странствовании Эдипа, которая приводит его в колонн, о молчаливом странствовании Эдипа, да, то есть, это боль невыраженная, да, то есть, боль молчаливая. То, что в итоге позволяет ему претерпеть некую сущностную трансформацию, да, то есть, и из несчастнейшего из смертных стать блаженнейшим смертным. То есть, вот на самом деле, если всматриваться в эту историю Эдипа, то мне кажется, что отнюдь не эротические обстоятельства являются здесь определяющими, ну, то есть, мне кажется, что миф об Эдипе является прежде всего политическим мифом, в отличие там от, скажем, нарциссического мифа, который на самом деле эротический. И вот эта ситуация, да, то есть, как раз и становится, ну, собственно, греческое философствование как будто бы хранит верность, то есть, вот этой трагической модальности истины, да, то есть, трагическому пониманию истины. Но вторая метафора, которая рождается значительно позже, да, то есть, фаустовская метафора, она, ну, вот, как бы явно артикулирована по-другому, да, то есть, и то пространство, в котором все это происходит, да, то есть, это уже не трагическое пространство, а пространство романа, да, то есть, в большей степени. Еще один момент, который мне хотелось бы выделить, такой момент интерсубъективный. Дело в том, что и в случае, в случае обеих этих метафор, осью события, одним из центральных моментов истории становится разговор, вообще говоря. В первом случае это разговор Эдипа и Тересия, во втором случае это длящийся разговор Фауста и Мефистофеля. Первый разговор, что называется, короткий, второй разговор протяженный, да, то есть, и его протяженность задана самых первых страниц гетовского Фауста, и, ну, как бы интонация этого разговора, да, то есть, ироническая интонация, она, ну, то есть, она, ну, то есть, она, как бы, очень проблематична. И, ну, мне кажется, что самое странное здесь состоит в том, что Мефистофель совершенно очевидно расширяет, то есть, у него, как бы, такой есть педагогический, педагогическая составляющая, педагогическая роль, то есть, он воспитывает Фауста, вообще говоря, то есть, он все время показывает ему какие-то вещи о самом себе, но вместе с тем, конечно же, интонация соблазна никуда не девается. То есть, и вот это тоже, как бы, то, что, ну, вот, что мне, например, бесконечно интересно, да, то есть, один регистр истины, где истина обнаруживает себя в некой логике прямого разговора, да, то есть, открытого разговора, невозможного, да, то есть, но, тем не менее, исполняющегося, и где люди совершенно честны, да, то есть, по отношению друг к другу, и Эдип, и Этересий открыты в этом разговоре. И второй тип разговора, который приводит к очень сложному финалу, на самом деле, да, то есть, если в случае эдипальной метафоры, мы хорошо знаем, что произошло с Эдипом, то есть, его трансформация сложна, но, тем не менее, у нас даже есть определение, да, ну, то есть, вот мы знаем, что он блаженнейший, мы знаем, что он восхищен богами, мы знаем, что с ним, вообще говоря, все в порядке, тогда как с Фаустом далеко не все в порядке. И тот его окольный путь, который должен был бы, да, то есть, и, казалось бы, приводит его к некоторым истинностным раскрытиям, завершается, тем не менее, достаточно драматически, да, то есть, завершается эпизодом с Филимоном и Бавкидой, то есть, завершается, ну, некоторой возможности утраты самого себя, да, то есть, таким образом, что человек не успевает заметить, каким образом он перестает быть тем, каким он был прежде, да, то есть, как он перестает быть верным истине, что для него первоначально являлось определяющим. Вот два, две этих перспективы мне чрезвычайно интересны, да, то есть, ну, то есть, мне кажется, что они являются достаточно всеобщими, то есть, два, две этих метафоры, ну, то есть, и я надеюсь на то, что, ну, нам удастся что-то произвести, да, то есть, в этом поле. Ну что, начнем потихоньку. Дорогой Артеми Владимирович, слышите нас? Да! Ура! Артем, я только что произнесла вводное слово, где сказала о том, что хотела бы наш сегодняшний разговор провести в координатах двух метафор, эдипальной и паустовской метафоры, как тех метафорах, которые воплощают совершенно различное понимание истины. Вот, ну, так, я зафиксирую просто, ладно? Анатолий Валерьянович, Михаил, просит. Можно, мне понадобится доска. О, нет, надо включить. А как? Так, наверное, да? Раз, раз. Так, да, слышно, нет? Да, да. Работает? Она работает. Ну, работает. Так, Нина, я хотел бы, прежде всего, поблагодарить тебя, сегодня последний день нашей встречи, этой недели, поговорить за организацию, за невероятно интересные, творческие и насыщенные наши вечера, в основном. Правда, это был и утренний вариант. И хочу поблагодарить тебя за эту формулировку. И эти две темы, эти два мотива, которые у нас вчера уже как-то обсуждались, так рапсодично. А сегодня очень ясно такое выраженное. Я попытаюсь, ну, поскольку, когда мы обсуждали тему, да, вот я предложил вот это, 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 взаимодействия этих вещей. Друзья, я буду сейчас очень коротко изложить то, что я бы сейчас назвал так гипотезой лингвистической катастрофы. Слово «катастрофа» здесь, в любом смысле, конечно, корреспондирует напрямую с тем пониманием, это не эквивалентно, но корреспондирует и созвучно тому, что Нина сказала о трагедии и о теме Дима. Я хочу вам предложить несколько ряд картинок, и для меня это связано с проблемой истины, несомненно. То есть, вообще-то, на самом деле, я хочу спровоцировать обсуждение истинности этой гипотезы. Я не уверен, что разговор именно пойдет в ту сторону, но я вам предложу, сейчас быстренько нарисую. Я считаю, то есть, мои амбиции таковы, что эта гипотеза истина, и эффект от нее, ну, примерно вот такой же, как эффект у Эдипа. И проблемы, связанные с этой гипотезой, такие же, как были люди, Эдипа. То есть, мы, вероятно, паустянскую тему здесь тоже, естественно, было бы, может быть, как-то прояснится. Ну, давайте, может, я вам расскажу, о чем ты лечишь. Сейчас я держу. То есть, я вам сейчас нарисую, как я себе представляю человечество и человека вообще. Как он устроен. То есть, как устроен каждый человек вообще, а сверху человечеству в целом. Тут будет момент структурный и момент исторический, обязательно. Конечно, все гипотезично, и я задам некий набор понятий. Да, ну и только, насколько я смогу, я это объясню. Так, вот у нас есть нечто. Вот такой вот рубочек, который я условно обозначу двумя буквами. Это не Фейсбук. Это не Фейсбук. Это называется фундаментальное бессознательное. Что это такое? Я постараюсь прояснить. Вопросы тоже приветствуются. Это фундаментальное бессознательное. Я говорю, друзья, я рисую структуру человека. То есть, я рисую структуру каждого из нас. Следующий кружочек. Филовой. Еще две буковки. ФС. Это переводится как фундаментальное сознание. Я, так сказать, все буду выяснять. И есть вот такая штука здесь. Мне нужно вести еще один важный применение термин. Он связан... Он вводится так. То есть, я вот от этого фундаментального сознания... Я веду стрелочку вниз в поле фундаментального бессознательного. И вот эта стрелочка вниз обозначается... Вот это ФН переводится как фундаментальная ностальгия. Вот, собственно говоря, это рисуночек человека и человечества в целом. Давайте сейчас поясним, о чем это речь. Ну, вдруг я понял, что я сам себе не оставил места для... Вот эти... Ладно, мы прочитаем. Посмотрим. Вот. Самое важное понять, что имеется в виду под фундаментальным сознанием. Почему именно фундаментальное сознание, а не вообще просто сознание? Фундаментальное сознание имеет свой ясный синоним. Ну, вернее, группу синонимов. Значит, очень важно вспомнить здесь, о чем идет речь, да? Гипотеза лингвистической катастрофы. Давайте еще раз я пишу. Лингвистическая катастрофа. Вот то, что я рисую, это она и есть. Собственно, человек и есть лингвистическая катастрофа. Вот фундаментальное сознание в терминах французской лингвистической катастрофы, это лингвистическая катастрофа, то есть это языковая деятельность. Иногда переводится как речевая деятельность. Ну, более поздний перевод Сосюра, позднее, чем перевели курс, еще дополнительные тексты Сосюра были переведены. И, по-моему, то есть более корректно не речевая деятельность, а именно языковая деятельность, потому что в деятельности, собственно, есть речь, по-моему, да, ламбер, есть структура, на основе которой осуществляется конкретная речь, а все это вместе это ангержит, то есть языковая деятельность. Причем момент деятельности из непосредственного говорения принципиально, важно, включая все, что связано с этим, в частности, тех, кто немножко занимался лингвистикой, зная, что у бенгвинистов есть такое понятие «l'enstant le discours» или «l'eucousio», то есть непосредственный момент говорения. То есть не просто речь, а сиюминутная речь. Вот это и есть, собственно, фундаментальное сознание. Почему оно так названо, и почему тут важно именно сознание, и почему в слове сознание есть скрыто и самосознание тоже? Значит, идея заключается в том, что мы самосознаем, не сознавая это, благодаря языку. Причем, ну, в смысле, благодаря языковой деятельности. Говоря тому, что язык является... Давайте я буду называть язык, подразумевая языковую деятельность. Хорошо? Для кратности. Понятно, да? Чтобы у нас не было вот этой проблемы, ты говоришь про язык как структуру, а на самом деле у нас есть поголи, речи нет. Вот когда я говорю язык, я не веду именно языковую деятельность. То есть то, что Кумбольд называл энергией. Энергей, да? Так вот, благодаря языку хотим мы этого или не хотим, вопреки нашему желанию, помимо нашему желанию, мы в первые годы жизни, когда мы становимся из младенцев, говорящими детьми, мы обретаем, что мы обретаем структуру перманентной самореферентности, то есть постоянных отсылок речи к самой себе. Как это происходит, мы не знаем. Кстати, мы не знаем... Тут очень важно, что мы не знаем, как вообще произошел переход вот до сознательного состояния гоминита, да, от предшествия этого человека. Как произошел переход к человеку, говорящему, мы еще этого не знаем. И это очень важно. Вот. Важно, что каждый из нас в определенной степени так или иначе проходит этот путь первые два-три года нашей жизни, когда мы вдоль челых, договорящих существ, то есть вдоль предчеловеков, как привлекается, чтобы полностью люди, полностью, и одновременно вот этот момент, пока мы не обрели речь, мы недовоплотились, мы недовоплощенные существа, да, то есть мы становимся людьми в момент обретения речи, не просто речи, а именно речи, когда всегда говорят о самой себе, и сама структура речи такова, что мы как бы вынуждены всегда говорить о самих себе, даже этого не замечать. То есть, скажем, тот же самый бедоминист, описывая разницу между языками животных, в частности, например, языком пчел, говорит, да, что пчела, разведчик может следать, принести информацию улей, станцевать, и улей будет знать, куда лететь за взятком, да, то есть передать информацию, довольно сложно, причем использует довольно сложный язык, чем отличается язык пчел, язык человеческий, от языка пчел, базовой характеристикой тем, что язык пчел достаточно для передачи информации, достаточно для рассказа определенной истории, но у пчел нет средств для того, чтобы сказать историю об истории. Историю об этой истории. Мы же бесконечно рассказываем историю, об истории хотим мы этого или нет. Может, еще важно, есть момент, когда мы это сознательно делаем, и это как раз уже все вторичные последствия. Они, с момента, мы просто втянуты самой коммуникацией, самой непосредственной, диалогической, то есть мы, к другим словам, мы обречены на диалог, хотим этого или не хотим, потому что диалогична сама языковая деятельность, сама человеческая коммуникация. И вот это я называю фундаментальным сознанием. Мы обречены сознавать вопреки и помимо нашего желания. Поэтому это фундаментальное сознание, а не сознание, которое мы пользуемся уже в полной мере, соосознанно, как мы начинаем собраться. Это уже следующий этап рефлексии. А вот это парадоксальное состояние, когда мы рефлектируем, не рефлектируем, когда мы втянуты из пространства рефлексии, помимо рефлексии, помимо нашего желания, вот это первичное состояние ребенка, впервые различившего «я» и «ты», и впервые сказавшего «здесь», вот он говорит «здесь». Это очень важно, что на самом деле это то, что Капсон анализировал как шифер, вот именно в момент произнесения здесь мы только собственно и обозначаем это здесь. Мы можем потом прочесть это слово, мы можем его записать, это все будет уже не про то, но только в момент произнесения этого, вот в эту секунду произнесения, мы собственно реферируем, обозначаем, что настоящее. То, что вот потом пытался Гусарь анализировать в качестве, так сказать, некой структуры восприятия времени, это все пост, пост того, вот этого живого, мгновенного, данную секунду произнесения, что мы делаем и производим время. Хотим мы это или не хотим. Говоря здесь, сейчас, просто, в простом разговоре, в самом-то таком разговоре, мы производим время, и язык в нас производит это время. А потом уже все наши, тут уже на самом деле язык уже весь готов, уже есть все формы глаголов, причем какой бы язык мне взяли, разве это язык, европейские языки или европейские языки, китайские, с которыми сейчас приходится мне дело, или, например, вот очень хороший пример, это язык пиратов. Если кто-нибудь занимался этими проблемами, знает, что есть вот такое, есть такое маленькое племя пиратов, в бразильских, по-моему, лесах. И еще пять минут. Да, да, да. Там минимальный набор фонем, есть личное местоимение и практически в чем. И вот очень важно, что вот этот минимальный язык, на самом деле, достаточен уже для наличия фундаментального сознания. Итак, фундаментальное сознание. Фундаментальное бессознательное, условно говоря, это все то природное, в кавычках, мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что такое природное в нас. Условно, потому что мы знаем. Все то природное, которое не имеет отношения ни к речи, ни к языку, ни к языковой деятельности. То есть то, где не затрагивается ни то, ни другое. В какой-то степени затрагивается. Я так думаю, что бессознательно-психоаналитическое это уже взаимодействие этих вещей. Но вот предположение, что есть некое фундаментальное у нас бессознательное, где вообще нет ни в каких формах языка. Вот это то, что я обозначаю фундаментальное бессознательное. Это очень важно. Я про время сказал, да? Сказал про время прошивка, да? Поэтому давайте это обозначим. Вот этот вектор, вот он. Вот этот вектор, эта способность языка производить время, я его называю историчностью. Не историей, а историчностью, то есть способностью производить историю. То есть наличие шестера это та точка момента говорения, из которой вытягивается, может вытянуться и может не вытянуться, вся линия человеческой истории. Только как возможность. То есть язык – это возможность истории в области реальности. Поэтому я называю это историчностью. И очень важно, что мы не можем, с моей точки зрения, объяснить почти ничего, что происходит с человеком, если мы не введем обратный вектор фундаментальной ностальгии. То есть желание человека вернуться в то языковое состояние. То есть желание вернуться туда, где он еще не только ничего не различал, но прежде всего не различал самого себя. где он еще не пользовался языком, который его втягивает, просто насильно втягивает, в ситуацию саморазвлечения. Вот с моей точки зрения, из взаимодействия вот этих двух векторов, из историчности, то есть время направлено обратно, на фундаментальная, бессознательная, фундаментальная астальгия, и рождается, собственно, и драма человека, и трагедия человека. И ответом на это, то есть это разрыв, это описание разрыва, понятно, да? Разрыва. Чем отвечает человек? Бессознательно на это. Рождение культуры. Культура — это парадоксальная вещь, которая, с одной стороны, хочет, чтобы не стало склеить этот разрыв. То есть, собственно говоря, построить миф, где не будет времени. А с другой стороны, производя этот миф, где нет времени, он продуцирует дальнейшее время. Парадокс культуры заключается в том, что культура делает всё возможное для того, чтобы время остановилось, но, делая все усилия поскольку времени, оно производит время и производит историю. В самом деле, вот этой картинке достаточно, поскольку времени больше нет, я сказал ей всё, что я хотел, но я мог бы нарисовать и конструкцию, если там было возможно, и конструкцию истории, то есть историческое время, как из наслаивания разнотивных разрывов какого типа, рождается эта история, в частности, как рождается античная цивилизация, как рождается осевое время. Яскорство, собственно, где Эдип становится крайне важным. И как рождается картезианское, фрустианское. Но это уже... Это позже. Спасибо. Спасибо, Дорогой Михаилу. Ваше выступление я услышала как реконструкцию эдипальной метафоры. Да, да. То есть ваша позиция — это Эдип, скорее всего. Для вас концепция истины связана с Эдипом. Ну да, то есть я уже говорил, что Фауст — это просто сознательный Эдип. Да, Эдип, он же ведь стремится к истине, не знает, к чему он стремится, а Фауст, в общем-то, понимает, что он делает. То есть разница между Фаустом и Эдипом в том, что Эдип более бессознательный, а Фауст более сознательный. В той степени, в какой запноевропейская культура отличается от античной культуры. Ну, это очень условно и, я понимаю, проблематично. Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется Анатолию Ильичу Ахутину. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я почему выхватил слово у нашего модератора? Потому что мы ведем здесь с Михаилом Александровичем длительные беседы после наших занятий, после замечательных лекций с музыкой Михаила Александровича. Мы проведем спор по этому вопросу. И мне хотелось бы сказать несколько слов не столько по вот этим рамкам, которые обозначала Нина Михайловна, сколько в продолжении этой темы. И вот первое, что я хочу сказать, что я в самом принципе, в самом средоточии вот этой концепции лингвистической катастрофы с Михаилом Александровичем полностью согласен. А именно, всякое представление о человеке как взаимодействие странным образом, как взаимодействие разных, принципиально разных структур мышления, сознания, подсознания, еще природы какой-то. Это представление, быть может, очень ученое, очень интересное, очень сложное. И мы понимаем тем самым эту машину. Но мы ее понимаем на картезианский лад, как машину. Она может быть очень сложной, не как Декарт представлял там колесики, да еще железо какое-то придумал и так далее. Мы ее понимаем как машину, и я об этом сейчас скажу еще пару слов. Я согласен с Аркадиевым, для простоты буду говорить, в том, что человек в принципе отрезан и отсечен от чего бы то ни было природного. Как так скажут нам мне? Как так он отрежен, когда у него есть тело? Тело чрезвычайно требовательное. И мало того, что тело. Есть еще так называемые социальные детерминанты, которые требуют, чтобы я остановился вовремя, чтобы я не кричал и так далее. Или еще более тонкие и сложные вещи. Кроме того, говорят, что есть еще масса всяких сил, которые на меня действуют. Космические. А кто знает? Может быть, эти вот нам всякие таинственные люди рассказывают, что есть какие-то эзотерические. Все эти силы объединяются одним единственным свойством. Детерминировать. Детерминировать что? Ну, что-то в человеке. Что-то. Нам говорят, что есть там такая штука, которая собирает все эти силы, и что-то с ними делает, куда-то перераспределяет. Сознание называется сознанием. Извините, это сознание насквозь, по всем сторонам детерминировано. Оно не может быть ничем самой, никакой субъектности в нем нет. Все энергии, энергетические источники – это источники вне него. Сознание – это какой-то распределитель. Ну, вот как на заводах бывает щит распределительный. Там есть где-то двигатели внутреннего сгорания. Два раза, например, потом лебедки передачи. И есть центр, который говорит это туда и туда, и возникают действия, которые нужны сообществу и так далее. Значит, это ничего страшного. Так работает картизанская наука. Она может понять что бы то ни было, поняв его как машину. Очень сложную, тонкую, но машину. Теперь я читаю психоаналитиков некоторых и, ну, например, Лакана, которого я не знаю, но я кое-что листал. Там он говорит, что вот великое открытие Фрейда – Коперниканская революция. Это Декарт произвел Коперниканскую революцию, мне это понятно. А какую Коперниканскую революцию произвел Фрейд? Мне Лакан объясняет. Децентрация человека. Децентрация. То есть он теперь не субъект. Картезианский один, все остальное перед ним, как представление. А он децентрирован, у него есть, этот остается, этот эго Когитанс, что можно переводить, мыслящий, сомневающийся, сознающий, тоже можно перевести. А еще у него есть вот эта сфера, которая называется подсознанием или бессознательным, которая формируется вот из разного рода сил. Неважно, как мы их природно определим, это вот либидо там или вот опять-таки могу сказать какие-нибудь космические силы. Неважно, поскольку мне это неважно, я говорю, сила. Некая сила, которая движет, а эго, оно уже не мыслит, не сомневается и не сознает. Оно имеет дело с силой, которая у дерьми, оно пассивно. Так вот, я обращаюсь от этой критики анализа, точнее просто, мне кажется, что здесь ошибка. Лакан совершает ошибку. Он не замечает, где находится на самом деле этот картезианский субъект в единственном числе, абсолютно центрированный. Он расположен не там, где он теоретизирует, а там, где он строит, не в его теории, не в теории машины, а в него самом, в теоретике. А в практике это психоаналитик. Психоаналитик – это эго-когитанс. Он, и мало того, еще эго-когитанс, который теперь знает, как устроена эта машина, и теперь ему надо наладить. Ради чего наладить? Вот в этом весь вопрос. Ну, вся практика психоанализа – это клиническая практика, это психотерапия, ну, сильнее, чем психотерапия. Это лечение неврозов, да, то есть сделать человека кем? Здоровым, нормальным, то есть. То есть кем? Каким? Что значит здоровый человек? Вот хорошо, что вы все, я вижу тут по сравнению со мной молодые люди, вы не знаете, что такое психиатрическое определение нормального человека в Советском Союзе. Оно было дано, определение. Но я не буду даже о нем рассказывать, потому что это настолько возмутительно. То есть спрашивается, спрашивается, что такое нормальный человек, которого психоанализм хочет из больного сделать. Вот теперь мы обращаемся к нашим всем темам – Эдип, Фауст, Аркадьев. И я беру определение Аркадьева, а именно, знает о том, человек или не знает, хочет ли он того он или не хочет, хочет ли он провести свою жизнь как-нибудь гладкой, тихой, чтобы никто его не заметил. Он уже всегда находится в сознании. Сознание составляет его центр энергетический, центрирующий все, что с ним происходит. Он в сознании. Я так трансформирую определение катастрофы. Человек находится с самого начала, в сравнении своего рождения, как только он заговорил, и уж где он там и как заговорил, это пускай исследуют соответствующие ученые, я не знаю, но как только он заговорил, случилось вот это мгновенное речение, там сознание уже присутствует. И ничего другого. То есть, бессознательное надо объяснять, а не сознание. Сознание – это то, что действует, что определяет и с помощью чего. Ведь этот самый ученый или психоаналитик – это сам человек, разделившийся на себя и ученого, на себя и психоаналитика. Значит, тонкий психоаналитик, я уже это знаю, понимает, что не нормального человека мы делаем, а человек, который способен сам себя анализировать. И я называю это приведение в сознание. Какое? Вот тут есть несколько расхождения. Одно дело – сознание, в принципе, на которое мы обречены, но о котором мы не знаем. А другое дело – сознание, в которое мы приедены. Вот все, что такое культура… Да, вот мы тут начинаем немножко расходиться с Аркадьевым, но не об этом речь. Мы с ним разойдемся где-нибудь в кафе. А здесь я пока продолжаю. Значит, для меня приведение в сознание, процедура приведения в сознание – это не процедура психоаналитического кабинета, это и есть культура. То, что называются культуры – это процедуры, это здания, это сооружения, это социумы по приведению в сознание. Не вся она. Отличить надо цивилизацию, которая нам устраивает благополучная жизнь, и культура, то есть театр. То есть все, о чем мы говорим. Вот Эдип, Фауст – это феномены культуры. Что мы в них видим? Эдип – это… там вообще нет никакого подсознания или бессознательного. О чем вы говорите, психоаналитики? Это конфликт знания и незнания. Человек начинает с того, что он знает. Он знает, что сказала ему Пифия. Он знает, кто его родители. Он знает, что надо бежать от них. Он знает, что нигде останавливаться нельзя. Надо бросить с дороги какого-то старикашку, который подвернулся под руку. Он разгадал загадку сфинксу. А какая загадка? Человек. Подожди, я же хотел интригу. Он все знает. Он все знает. Так про это же говорили. Да, да, да. Я вынужден сказать, что такое… Это как анекдот вперед надо рассказать. Вопрос – что такое человек? То есть загадка разгадывается, что вот это человек, который сначала, наверное, на четырех, потом на двух, потом на трех. На конечностях ходит. Затем он… Никакой власти там… То, что он тиранус… Это… Греческий тиран – это не наш тиран. Это никакой власти. Он заботится о городе. В городе возникают болезни. Он делает все, что можно, чтобы выяснить сначала, откуда болезнь, что это его истоки. Он узнает от прорицателя, что это убит. Ну, вы знаете, я не буду пересказывать. Короче говоря, это непрерывное следствие. Буквально научная работа. И следствие. Последовательное. Ни на что не наталкиваешься. Никаких скрытых механизмов не работает. За исключением только того, что он не знает. Не знает того, что происходит, когда он действует как? Сознательно. Препредельно сознательно. И вот он постепенно возникает вот это вот… Открытие этой катастрофичности чего? Не Эдипа. А тут я согласен с Аркадиевым. Человека рассказывается нам в трагедии… Как нам рассказывает Аристотель. В трагедии рассказывается нам не случай из жизни. В трагедии рассказывается общее и возможное. То есть для каждого. И этим трагедия философична. Значит философичность, значит она вытаскивает на свет вообще всё. Вот истину. Вот эту истину она вытаскивает на свет. Какая же истина? Постепенно, по мере того, как он приближается к этой истине, он начинает подозревать, что что-то тут не так. Ну это я не буду опять рассказать. Это чисто. Вот это вот и есть драматургия. Пока еще не трагедия. Драматургия, драма. И вот постепенно он начинает уже подозревать, что это он сам. Ведь это же великий детектив, когда преступник, следователь и палач одно лицо. Вот он узнает, что это он сам. Это что? Трагедия в смысле, ах, какая беда. Ни в коем случае. И он открыл, что такое, что значит быть человеком в полноте, в полном смысле слова. Вот этот момент узнавания, перелома и трагического катарсиса, это и есть то, где нам говорится культурой, в данном случае античной. Что такое человек? Вот эта формула, которую мы знаем по Евангелию. Се человек. Вот где мы видим, что такое человек. Какая там природа. Это существо, которое не может быть. Оно, Эдип сталкивается с самим собой, как существо, которое не может быть. Это невозможно существовать. Это раздвоенность, доведенная до предела уже не просто в подразумевании каком-то, что там, ну вот это вот, я хотел сейчас еще раз скажем. Она раскрыта, вот эта обреченность на катастрофу, она раскрыта как событие, явление, которому посвящаются 60 тысяч зрителей театра греческого. Это все весь город, то есть это урок всему городу, то есть всем людям, всем человекам. Вот кто ты такой. Ты трагически противоречив. Противоречив, заметим мы. И опять-таки обратимся к нашему перводокладчику. Итак, есть культура и есть, это значит, это придуманная, сделанная человеком машина по приведению сознания. Это, можно сказать, вот такой психоаналитический кабинет, только сделанный так, что от меня уже не убежишь. Уже и не для больных, а для всех. Это все мы больные. Вот если, ну не было. Так вот, теперь смотрите, я привожу примеры еще. Вот библейская культура, да, ну иудейская, неважно. Где там, где там, с чего начинается не сотворение мира, а человеческая история. Вот это грехопадение, и тут вдруг является Бог, который гулял в тени в саду райском. И он спрашивает, где ты, Адам? Он что, не знает, где он? Бог. Он знает, конечно. Нет, он обращается к нему, он обращается к нему словом, чтобы тот, услышав слово, мог ответить, вот я. То есть, вот это самое произнесение я здесь, сейчас, вот я при этом, он еще знает, что он голый, да, то есть он себя осознал во всем своем ничтожестве и позоре. Вот он осознает себя, осознает себя, не потому что он имеет местоимение личного времени здесь и так далее, а потому что к нему обратился Бог. Другой. Другой обратился. Значит, во всем, что описывал Михаил Александрович, вот этой связке, речи, языковой деятельности, сознание, самосознание, важно иметь в виду еще один важнейший фундаментальный момент. Ничего это не будет работать, пока нет другого. Другой включен сразу в самое начало. Это коммуникация в смысле обращенности, причем этот другой должен быть другой абсолютно. То есть, даже если просто другой человек, то в такой его другости, как если бы это был какой-то вообще мне неведомый Бог. Не во всем могуществе, не в этом дело, а в неведомости мне. Вот в этой обращенности ко мне неведомого, но со мною сообразу, как ты говоришь, корреспондирующего существа, только здесь вообще то, что вот в потенции лежит там, в этой самой катастрофе, начинает составиться. И начинается история. История... Все, 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 сейчас закончу. Значит, это вот... На истории мы одинаково обрываемся. Значит, вот библейский случай. Дальше. Следующий случай из Библии. Привидение в сознание. Иов, разумеется. Вот вам еще одна метафора. Тоже своего рода трагедик. Это сильнее друг друга, иначе повернутая совершенно. Иов, который открывается в сознании, как в таком бытии, которое не может быть. Более того, теперь отрицается сам Бог. Да кто? Почему ты гонишь меня? Что-то вообще случилось, и так далее. Он вступает в пререкание с Богом. И когда Бог ему говорит в конце, что... Да кто ты такой? Кто ты такой, чтобы судить обо мне? Ты знай свое место. Вот это игра самосознания. Игра самосознания. Дальше. Я вас вспоминаю. Теперь мы снова можем вернуться в античность. Я сейчас не буду уже больше рассказывать. Где... Возьмите, пожалуйста, если интересно, диалог Алкивиад. И посмотрите, где происходит... Это все развернуто, последовательно, методично. Осмысливается, что такое диктейская заповедь? Узнай себя. Кто ты такой? Узнай себя. Вот психоанализ. Вытащи себя из себя и узнай из себя, наконец. И когда они... Не это не ты. Не это не ты. Не это не ты. Ну извините, не буду показывать, где это не ты. И не это не ты. Студенты часто говорят, свободный человек это тот, который способен делать то, что захочет его левая нога. Я говорю, ну у вас есть ведь еще и правая нога. Она может хотеть чего-то своего. А у вас есть еще и Бог знает чего. И тоже свое хочет. Значит, вы... Решающий момент. Вы... Где? А кто? Где вы? Вот они доходят вместе с Сократой и Алкивиад доходят до этого вопроса. А где я сам-то? Вот где он? Вот этот вопрос, который в Библии ставит Бог, где ты она? А здесь они друг другу ставят уже совершенно по-человечески. А где я сам? И вот тут очень интересно, очень интересно. Сократ говорит Алкивиаду, ну вот мы с тобой разговариваем, мы с тобой разговариваем, мы существуем друг для друга. Значит, и почему? Говорящий и говорящий на равных правах. Как и Бог тут слез со своих небес, вошел в тенистый прохлад рая и заговорил адамовым языком, человеческим бежим. И здесь, пожалуйста, со всем, да, Сократ с Алкивиадом, это первое и второе. И еще, ты разве не замечал, что ты видишь себя тут вот как бы в стадии зеркала? Не замечал, что ты видишь себя вот в этих вот зрачках? Вот там есть, ну ладно, не Бог. В зрачках разве ты себя не видишь? Вот ты тебя впервые заметил. Но, в отличие от Лакана, опять-таки, Сократ понимает, что вообще-то говоря, в отражении я никакого себя не вижу. Я вижу фикцию отражения, это оптический эффект, а не я. Значит, он говорит, нужно глядеть не то в отражение зрачка, а в глубину зрачка, в его темную, темную другость. Вот там ты себя видишь, божественную, говорит он, другость. Божественную другость, это я придумал, там нет уже слова. Божественность, божественность, божественность есть. Вот в другого, как в божественное неведение. Вот что такое ты сам. И это опять эффект, феномен самосознания, приведение сознания. И вот теперь живи с этим. Не то, что я сейчас тебе все это вот осознаю, и ты будешь даже нормально жить. Да нет! Это прямо противоположная вещь. А дальше ты нормально жить не сможешь. Потому что будешь находиться постоянно в этой самой коммуникации. Я уже очень сильно... Ну, уже две минуты осталось. О, ну, две минуты еще есть. Я просто еще... Вот вам, пожалуйста, еще один пропущу. Это тоже из Библии, из Евангелия, от Гефсимания, да? Где Бог страдает от того, что его Бог покинул. Ну, помните все это вот. За что ты... Почему ты меня оставил? Вот это на крестине. Ну, и важно вести. Да, да, да. Я понял. Вот. Это тоже сценарий приведения в сознание. Исповедь Августина. Это растянутый на, там, пятьсот страниц опыт приведения в сознание только теперь. Не Бог спрашивает, где ты, Адам, а Августин. Человек спрашивает, ты где Бог там? Это потрясающая совершенно наивность. Он говорит, Боже, я тебя люблю, а ты кто такой? К нему обращаясь, как бы не знает, кого он любит, но уже любит. Это тоже очень важный момент. И формула такая, что я хочу знать. Это та же самая формула Дельфийская, узнай себя. Я хочу себя знать, но так, как меня знает Бог. Потому что иначе я ошибаюсь в себе. А как я могу знать, как меня знает Бог, только узнавая Бога? Я открываю себя, как сказал бы Марион нынешний французский философ. На расстоянии Бога от себя. Вот что значит расхождение себя от себя. Что называется сознанием. Вот здесь человек приведен в сознание таким образом, что он находится в промежутке между собой и Богом, всезнающим Богом и ничтожеством своим. Ну и так далее. То есть, хочу сказать, Паскаль, там Ницше совершенно правильно упомянутый. И Фауст тут. Ну, уже я до него не доберусь. С Фаустом. Значит, вот я хочу сказать, что здесь не просто Эдип и Фауст. Это просто у нас, по содержанию наших занятий, они оказались вы извлечены. Нет. Вот это называется культурой. То есть, тем способом, каким разные эпохи в разных смыслах приводят человека в сознание его самого. И это сознание оказывается абсолютно катастрофичным. В том смысле, что неизвестно, как быть человеку. То есть, наоборот даже, известно, что быть ему нельзя. Вот так невозможно быть. И это и есть окончательный ответ на вопрос, что такое человек, и что такое его сознание, и что сознание в нем первично. А все остальные объекты, типа там, ностальгии, типа, фундаментального бессознательного, этот человек себе выдумывает для того, чтобы оправдать там разные свои не очень благовидные поступки. Ну, конечно, ближайшим образом, если я не ошибаюсь, я ничего не знаю ни Фредди, ни в чем, но если я не ошибаюсь, это по ту сторону принцип удовольствия. То есть, инстинкт смерти гораздо более сильный, чем инстинкт либидо. Это и есть фундаментальная ностальгия. Ну, вот-вот-вот, вот я и вспомнил его. То есть, мама, роди меня обратно. Именно именно. И вообще, чтобы вообще ничего не было. Вот. Ну, это, 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 ну, я не буду, не буду, не буду, нет. Это есть, но это не фундаментально и никакой ностальгии. Ты просто... Ладно, все, закончил. Прошу прощения, что я, может быть, затяну. Спасибо. Бару слов. Нет, бару, ну, пожалуйста. Бару слов. Хорошо. На, на, держи голову. Толя, ну, мы с тобой, когда спорим... Сейчас, сейчас... Миша, быстренько было слово, а потом я передаю слово. Да, да, да. Я хочу просто, Толя, сказать тебе, да, что вот твой концепт культуры, как то, что приводит сознание, не может объяснить факт того, зачем человеку понадобился миф, который останавливает сознание, и зачем человеку понадобился ритуал, который тоже останавливается. Вот приведение человека в сознании, это уже реакция на тотально мифологическую реакцию, ну, вот на миф, как реакция на языковую сознательность. И вот тогда уже что-то должно произойти, что в античности появилось все то, что приводит в сознание. Это уже реакция на ту функцию культуры, которая пытается склеить эту трещу. Вот. Миша, мысль понятно. Спасибо. Два вида, два лика культуры, да? Спасибо большое, спасибо. Александр Григорьевич. Кстати, культ. Культ, да? Да. Все включено, да? Я тоже должен выйти. Меня слышно, да? Здравствуйте. Спасибо за приглашение. И сразу я начинаю. Значит, я должен сначала уничтожить эти вредные и неправильные изображения человека, которые спровоцировали во все то непонимание, которое образовало постановление. Почему? У нас, наоборот, было первое понимание отчасти. Отчасти. Непонимание отчасти. Нет, я совершенно согласен. И с первым докладчиком, и со вторым докладчиком. Сознание – это катастрофа. Если суммировать, то речь была об этом. Язык катастрофы – это все-таки иной. Не иной акцент. Ну, лингвистическая катастрофа – это конечная. Языковая деятельность катастрофы. Но я все-таки, вот, как бы это чем-то... А, вот. А, интересно. Потому что, конечно, все равно, но рисунок все равно не правильный. Давайте уточнить. Я вам сейчас нарисую все правильно. Ну, я воспользуюсь историей. Может, не вкусняешь или хорошо? Спасибо. Значит, вот подлинный портрет человека. Не думайте, что это темно. Если вы помните вот такой момент, очень хороший, старый, как Гиви фотографировался, чтобы послать маме фотокарточку свою. Кто фотографировался? Гиви. Ну, Гиви. А, Гиви. Гиви. Гиви, наверное, Гиви. Да. Вот. А потом спрашивают, вот, так, у Диевы. А как вас фотографируют Гиви? Станьте справа, там, слева, перед тем. Он говорит, СА. По фотографии изумений. Короче, так раз. Причем тогда вы же хотите поставить в стакан. А вот мамочка получит тогда. И спросит, Гиви, мальчик мой, где ты? Вопрос, который тут уже разрушил. И тут я выйду и скажу, вот он я. Вот. Поэтому это как раз лучше изображает. Но чтобы не путать особенно, я второй режим сейчас. Который действительно уже изображает, ну, апофатический, конечно, изображает. Так и первым. Потому что апофатика — великая вещь, на ней идет речь, что-то. Тоже известная вам вещь, которая вообще может не изображаться, а звучать. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая. То есть, пожалуйста, в чем тут человек? В чем тут точка, точка, запятая, минус? А получается рожица кривая. Мы узнали у человека. Почему? Ну, потому что вот это и есть язык. В смысле ланга, который сидит в бессогнении. Вот. И подскор у нас этот общий язык, то мы все вот найдем рожицу. И этот язык — это код вообще. В смысле ланг, системы, язык — это код. Как вот на суд, это умные книги, которые... ...код никогда не воспринимается изнутри, когда мы его принадлежим. И только поэтому мы можем понимать друг друга. Мы же не думаем о том, что как-то вот какой-то код заставляет нас воспринять срочно. Мы просто воспринимаем как бы вот естественным образом. Не рефлексируем совершенно на тему восприятия, а просто узнаем. И, в принципе, это первый принцип понимания, коммуникации, как там назвать, общность кода. Если у нас нет общего кода, например, кошка не узнает рожьцу. Вот собака в телевизоре тоже не узнает, а кошка в телевизоре узнает что-то. Они у них разные коды воспринимаются. Да. И вот это первый принцип — структурная лингвистика. Общность кода, которая обеспечивает возможность принимать. Но этот принцип, которого началась структурная лингвистика, структурализм, 60-е годы, нашумевшие, сделавшие валюты, ну, на самом деле, все это раньше. И наиболее историю я не буду вдаваться в подробности всех. Но вот есть второй принцип. То язык, если он один, то есть код, если он один, то никакая коммуникация не имеет смысла, в конце концов, опять же, уничтожается. Я тоже никакой не понимаю, если этот код только один. То есть, что язык — это абсолютно два языка внутри одного. Это уже Лотман. Это уже, Юрий Михайлович, Лотман — динамическая мобильная коммуникация. Совершенно верно. Поэтому, вот, собственно, об этом и я трещу. Тут нужен сдвиг. Сдвиг. Поэтому, если короче, то вот язык — это катастрофа. То есть, мы понимаем, благодаря тому, что у нас есть общий код, но какой смысл в этом нашем понимании, в этом общем коде, вообще никакого понимания нет, потому что, если нет вот этого, вот этого сдвига, который... Человеку в проблематичном понимании, но именно поэтому понимание появляется как некое событие. Потому что мы не можем тут уже говорить информацию, информация заключена там, информация, если люди безсознают, или что-то где-то сидит, что-то перебирается где-то с двух проводов. Потом никто ни в те, ни что, ни сидит. А только возникает. Как смысл? Вот. И, конечно, в этом смысле всякий язык — это вот катастрофа, но и во всех других смыслах более фундаментально. Это такая схема, почему это так, можно сказать, инвестическая. Вот. Но есть более серьезные вещи, но связанные со всякими историями. Например, вот. Истории, я только примеры сейчас, которые только что прозвучали, чтобы не туда не ходить в сторону. Ну, тот же алкалиарх, тот же сакральный. Вот. Анатолий Ульянович замечательно чуть-чуть так красиво и артистично изобразил, и немножко по определенным ключей столковал одновременно этот сюжет. А это не так. Хотя, в принципе, все равно Анатолий Ульянович прав. Верно, что у нас Анатолий Ульянович, Анатолий Ульянович всегда прав. Это по большому счету. Но в деталях тут, может быть, какой-то нюансик. Какой именно? Вот не то не спорживает. Не глубина какая-то, не темнота, тем более другости, взрастили чужого. Это, кстати, обсуждение возможности, каким-то, действительно образом, что можно отменять другого. Как бы и не идет речь. Хотя в комиссии, в частности, все равно им надо по кратикально другому. А Анатолий Ульянович, там, это диалог известный, это место их разговора, оно, перешли на русский язык блестящий. И что мы ищем вообще, спрашивают. Вот, да, действительно, руки-ноги, это все, что принадлежит мне. А вот где то во мне, что именно то, к чему все это и принадлежит? Кто может разговаривать и так далее? Не нужно говорить слово «я», потому что мы скажем «я», и все, и закрыли. Закрыли. Закрыли тему. Потому что мы сказали «я» со знаний, и все, все погибло, мы ничего не поняли. А что ищем? Там точно это означает, что ты должен перевести. Там в диалоге говорится «ау то, тау то». То есть в переводе потом сказали «самое само». Мы ищем «самое само», то, что самое само – самейшее. А что это такое «самое само»? Вот об этом, да, это можно найти, но как… С глазом, конечно, тут сравнение. Сравнение. Некоторые метажи. А почему? А вот нужно посмотреть в самую глубину туда, вот как в глазу самое чистое, самое там, не он на это вот зрачок, так и в душе есть самое чистое место, где там вот существует память. Отпечатались, отложились в божественный день, когда… Который душа, там, ветер вверху, тогда послась на небесных… Небесных руках, набирая силу кровава. Ну и все, вроде. А дальше непонятно. Дальше вообще непонятно, насколько те вспомнены. То ли, может, там христианская штавка есть какая-то, то ли не христианская штавка, неизвестно. Но вот тематика уходит в сторону звать, потому что вообще-то там сказано, мы… Платон сам поясняет. Мы с тобой… не только нашли что-то, он говорит, нашли, мы ищем само то же самое, вот то-то-то-то, само то же самое. Принцип – то же самое. И вот это мы искали. А вместо этого мы пришли к тому, что нашли каждое отдельное. А что каждое отдельное? Тело, души, вот все там… вот это, как какие-то вещи. Все равно вещи, в каком бы смысле это ни было. И вот это ложный путь. А нужно найти само то же самое. То есть, что и так говорить о чем? Это говорит о том, что когда человек переживает вот этот опыт… это то, как называется вообще-то всем известным словом «самооточисление». То есть, он понимает, что вот эта точка, которую он засекает вот рефлексивно на себе. Самооточисление. Но эта точка – это не какое ничто, не какое-то отдельное, а именно принцип. То есть, начало. Начало, в котором все сходятся вообще абсолютно. Все такие разные. Именно поэтому каждый был обойден именно в себе эту точку. «Самооточисление» по-взрослетьски, на языке идеолога называется потом, так сказать. «Стать взрослым ответственностью». И вот, установившись в этой точке, самооточисление за него этого никто не делал, потому что это лично его всегда. Он понимает, а он, так сказать, устал, и каждый другой точно так же. Поэтому речь, конечно, чуть о другом деле, конечно. Конечно, о другом. И о том, что катастрофа – это катастрофа, но это такая катастрофа, в которой мы-то и становимся самими собой. Не катастрофительна была бы эта ситуация, так и все другое. И вообще смысла бы не было, потому что смысл так и возникает. Еще тут было… Я просто… Позвольте мне еще раз объясниться в любви Михаила Александровича и Анатолия Валерьяновича, потому что вот Анатолия Валерьяновича давно люблю, а разум со вчерашнего дня вот так вот, прямой. Потому что, действительно, много блестящих совершенно вещей. Вот всякая история наша. История, ну что, ну рассказ какой-то, да. Это история об истории. История, история, история об истории. Она ничего не хотела, мы не рассказываем историю, только что сказал Николай Александрович. Но все равно мы производим время, и наша история оказывается в произведении этой истории об истории. Я Александрович вчера замечательную, сделал речь, вот у меня тут распечатанную две странички из доктора Ухафа, в супа русский, это немецкий. И, собственно, вот эти две странички, они воспроизводят лекцию Хейчмара, Бендера Хейчмара, вот 32-й садачей, в основном это вторая часть. И тут моды, тут написание музыки, и все. И вот вчера это прозвучало. Это прозвучало, это прозвучало еще со золкованием. И это была история об истории обязательно. Вот это лично Михаила Александрович, который исполнил доктора Фаускуса своего. Не исполнил он своего, Томас Мановский Фаускус не прозвучал бы здесь, не прозвучал бы здесь Бетхольм. Если бы это не была интерпретация собственная, собственное, собственное событие понимания, которое вылилось на благожатных слушателей. Вот оно. И что там еще в этой истории было? А там все истории. Там доктор Фауск, там Акаш. Конечно, там доктор Фауск, там все люди. И только будучи пересказанными, то есть сдвинутыми все снизами. Вот в конце у вас получился какой-то русоизм вообще. Деррита на вас нечет. Я сам всю идею, да. Потому что вот только этот сдвиг, только этот след, он показывает действительно, вот, хорошо объясняет, или, может быть, наоборот, ваша теоретно-министическая катастрофа хорошо дополняет то, что, например, Деррита пытается сказать на исследовании. Вот, поэтому я просто еще раз спасибо всем. Спасибо вам. Спасибо вам. А потом я все не знаю. Все, Владимир, наш пресс-рой закончился. И я отдаю на твою скуму. Экатериня завершена. Наши гости из Москвы. Ну, собственно, вы ее уже знаете. Открытой Москвы. Видно? Да, все уже знают. Добрый вечер. У меня вот в начале трудно уставать. Вот такое ощущение, что все будут говорить в книге, вперед друг друга, а так получается, что все начали сплошаться. И я вот попробую сказать свое какое-то вперед. когда я... И вернуться, опять же, к теме, которое я на вас задала. Когда я вот увидела, ну, возможные мотивы, да, для мышлений, меня, то скажем, зацепила вот эта вот констелляция, которая там была обозначена истина, боль, да, страдания, речь и, соответственно, судье. И испытала я такое своего рода чувство дежавю, потому что, конечно, все это уже было, прежде всего, у Витгенштейна. И вот я вам предлагаю сейчас посмотреть на эту ситуацию психоаналитическую, глазами Витгенштейна провести какие-то некоторые параллели и заодно посмотреть, буду ли я совпадать. Вот это, конечно, философские исследования, и просматривая их, я наткнулась на цитату, вот я сейчас ее вам воспроизведу, которая неожиданным образом показывает нам аспект, в котором психоаналитик видит то, с чем он на меня сделал. Вот это цитата. Я еще могу, пожалуй, представить себе, сколько, хотя это не легко, что каждый из людей, которых я вижу на улице, испытывает ужасные боли, но и вкусные, и скрывает. Ну а если я это себе представлю, что стану делать, что говорить себе самому, как смотреть на людей. Ну вот последнее вот это добавление совершенно очевидно, что вопрос-то не теоретический, а этический, да, и он имеет вот это прямое отношение к психоаналитическому модусу, аспекту, в котором человек выглядит прежде всего как человек страдающий, да, поэтому, в общем-то, стоит задать вопрос о том, что именно проецируется психоанализ как боль, да, как страдание, и каким образом вообще в этом модусе может появляться или не появляться истина. Ну и вот я обращаю внимание на эту генштейнскую такую ремарочку, он говорит, хотя это и нелегко, представить нелегко. Вот это такой утипичный ход, когда он сейчас делает что-нибудь наоборот, да, поставит суснук на голову. Нелегко представить не потому, что человек испытывает боль в каких-то особенных, редких, исключительных случаях, вовсе нет. Он хочет сказать, что это происходит всегда, да, то есть человек всегда испытывает боль, но он не всегда об этом знает. И, соответственно, вот для него здесь такой важный момент, что, собственно говоря, не важно вот эта боль как аффект, да, нам нужно попытаться от нее перейти, ее и представлять себе не надо, да, от нее попытаться перейти к другому представлению боли. Вот в том смысле, как ее можно предоставить, да, то есть разыграть. И, соответственно, вот он движется к этому общему пониманию, потому что, ну, боль, это в его понимании, это и есть некое всеобщее, да, то есть не мое индивидуальное, где-то во мне глубоко скрытое, а некое всеобщее. Ну, вот я цитирую Белихина, боль, смерть, мысль, знание, я несу в своей форме жизни, они нити жизненного ковра, да, то есть до всякого знания мы несем уже вот это вот в себе, да, о чем, в частности, говорит историю Эдипа. Ну, вот психоанализ, он каким-то образом знает, что вот эта боль некая разлита, и она присутствует в человеке еще до того, как он успевает подать знак, да, и, соответственно, единственный способ как-то ее вытащить, добраться до источника, да, это попытка на свой страх и риск интерпретации этого знака через речь. Да, соответственно, что здесь делается, ну, вот если вы и лакан посмотрите, да, это мы вытаскиваем доонтологическое, ну, это синоним, если вы помните, для сознательного лакана, да, мы его развертываем через речь. И, опять же, я напомню, что лакан обозначает акт рождения субъекта, да, знаком перечеркнутый РС. Ну, этот знак многозначен, там много всяких аспектов, но в том числе речь идет и о том, что когда вы вступаете в это человеческое, да, вступаете в язык, вы получаете имя, и вот этот акт именований он оставляет на субъекте шрам, да, шрам, который, собственно, уже никогда не сотрется, то есть травматично, сама языковая ситуация, травматично культура. Ну, вот, боль это всеобщее, я заканчиваю, собственно говоря, подведение, да, из Эйнштейна, на нее не укажешь, ну, привет Платону, да, как нельзя указать на равное, нельзя указать на красное, соответственно, любое всеобщее. Но она, здесь ситуация совершенно обратная, боль указывает на меня, она на меня, я ей указан, да, причем так, что она делает меня видимым, вот у Эйнштейна там идет такая тема, да, что если человек издает стон, то другой может его увидеть как того, кто издает стон, но при этом еще о человеке ничего не знаем, то есть это не знак еще, да, это своего рода жест, это пока еще, ну, крик, да, за которым особого смысла не стоит. И вот, соответственно, обнаруживаюсь я для другого таким образом, и таким образом я имею возможность уже быть обнаруженным самим собой, да, то есть найти самого себя, вот через это. И таким образом я подвожу, да, боль для Эйнштейна есть некий знак, который позволяет человеку отождисти не самому самому. И вот интересно, что дальше у него в четырехсотых параграфах сразу, прямо вот в этой же форме, в которой он рассуждал о воле, идет рассуждение о сознании. То есть буквально подстановкой, да, вот почему так. Ну, в принципе, это вещь довольно очевидная, да, опять же я могу напомнить афоризм Пятигорского, который в лекциях по буддийской философии говорил, что страдание – это сознание, да, вот причем не наоборот, страдание – это сознание. То есть речь идет так или иначе о некоем вот таком процарапывании какой-то рецептивной поверхности, да, и это ощущение не может не быть болевым, но это некий первый шаг, да, то есть на этом путь человека к самому себе только начинается, да, и дальше, соответственно, нужен второй шаг. И вот мне кажется, что в этой цепи не хватает очень важного понятия. К сознанию нужно обязательно добавить совесть. Слова, которые в некоторых языках, они вообще говоря, одним словом обозначаются, да, вот совести здесь не хватает, но на мой взгляд, при рассуждении о том, что здесь происходит. Опять я цитирую Вихина, смотрите, вот у него очень интересное описание. Совесть всегда уличает меня в том, что я такой, а мог быть другой, и напоминает, что я на самом деле открытие. Каким я мог быть, совесть не скажет, потому что я сам отвернулся от себя, сам же вспомни и вернись. И вот это вот, интересно, вот это обращение к памяти, да, вспомни и вернись, это вообще все то, что лежит в основе любого психоаналитического действия. И, соответственно, удержание паузы для того, чтобы вспомнить, да, вот это то, что Лакан называет расстановкой пунктуации в речи субъекта, вот эта пауза психоаналитическая, она, ну, скажем прямо, она спровоцирована, да, она спровоцирована изначально тем, что теоретик уже подложил, когда работал с человеком в качестве некого опережающего объяснения, да, в терминных видах или там, в прочих других терминах, да, вот. И, соответственно, здесь у нас есть некое подведение, тогда как с совестью вообще совершенно все не так, да, под нее вообще ничего не подводится. И, соответственно, если мы возьмем просто, ну, даже то, что нам не цель говорит о совести, укол совести, да, тоже своего рода болевое ощущение. И вот он о чем-то нам говорит, но мы должны уметь с ним как-то быть, да, мы должны с ним иметь дело, и, собственно говоря, вопрос о свободе, вопрос о человеке начинается только после этого порога. Когда мы не просто переживаем боль, а мы имеем с ней дело. И как раз именно в этом отношении Вегенштейн вводит здесь понятие болевое поведение. Болевое поведение – это уметь что-то в связи с тем, что кому-то больно. Ну, например, вызвать врача, да. Если вы скривитесь и сделаете такую уж точно кремасу, как у того, у кого болит, вы ему не поможете, да. Вот я здесь опять обращаю внимание, что болевое поведение – это тоже не одно. Вот интересно, что здесь тоже есть совпадение. И вот до этого момента, когда мы начинаем иметь дело, да, с тем, что мы и так все беремся, мы можем говорить только о субъекте. Человек начинается после, да. Причем вот этот субъект, он действительно, ну, как сказать, он порождается языком, да. Он порождается вот этими артикуляционными практиками. Он одинаковый. То есть если она смотрит как о субъектах, мы одинаковые. И проект в этом смысле, он как маньяк, но в лучшем смысле этого слова, он оставит, что мы одинаковые. Что все наши перипетии, они все в Египте. Что мы, вот если воспользоваться так, скажем, аналогией из области физики, что мы все, ну, как элементарные частицы, да, вот, я не знаю, в камере, в Вильсона, которых наблюдают. У них траектория разная только потому, что они разные препятствия, когда они двигаются, натыкаются на разные препятствия. А так законы действуют одинаково, да. То есть это некое общее место. Совершенно общее, ничем не примечательное место, в котором субъект может стать человеком, только если он поймет внезапно, что он в камере. А мог бы быть где-то в другом месте, например, на свободе, да. То есть здесь опять, вот, ну, вот здесь нужен скачок, да, из того, что во что-то спаян, да, с чем-то связан, чем-то полностью детерминирован, просто понимание вот этого самого положения дела. И, соответственно, вот этот инсайт, он не без совести происходит, да. И я опять же вспоминаю, у Бибихина есть такое высказывание, где он говорил, что последовательно проведенное сознание совпадает с совестью. Я над ним очень долго думала, и мне кажется, что вот именно таким образом это можно понять, да, что он хотел сказать. Так вот, вот этот укол совести, о чем он говорит? Опять о том, что у нас не одно, да. Два голоса, как бы, один чужой, вроде бы не я, даже где-то там локализован, и он имеет характер вопроса. Второй голос вроде бы я, да. И я должен отвечать. Или я могу уклониться, да. Но если уклонился, то значит я проиграл, да. То вот этого акта рождения человека не происходит. И очень важно, что в случае с совестью опять не нужен резонанс. То есть я не должен себя найти в каком-то образце, ну если вы помните, по Фрейду суперэго, да, это носитель функции совести. Не нужно здесь искать себя в каком-то образце, да. Потому что, собственно говоря, совпадение вот этого нет, а итог попадания, итогом попадания вот этого блуждания, да, этого поиска будет сам человек, через которого истина таким образом сказывается, да. И вот если мы берем клинику, да, то что у нас получается? Эвротик – это человек, у которого не попадание, да, то есть он не может попасть вот в это место, где он мог бы встретиться с собой, хотя знаки, знаки у него есть, ну вот то, что про это наведилось, наведение, оговорки, симптомы и так далее, они открыты. Вот вопреки мнению о том, что наведение – это ревность, потому что там, я не знаю, на самом деле, вопреки мнение часто, они выглядят так прозрачно, как будто говорят себе, что, ну, посмотри, я тебе показала, ты теперь не можешь сделать вид, что ты этого не знаешь, да. Как пока мы говорим, что он не знает. А оговорка вообще человеку голым сидит, да. Вот астрота под другое, астрота одевает, скорее, да. Но вот эти знаки, они все достаточно прозрачны, только невротик, в данном случае это человек, который имеет уши, чтобы не слышать, да. В случае с психозом там все гораздо хуже, да. Там происходит короткое замыкание речи через человека, там отсутствует вот это «кто говорит», да. Вот этот тот самый человек «кто говорит», поэтому речь как бы пробивает его насквозь, и здесь нету, собственно говоря, никакой не истины, не вести, да. В случае же, если человек сам с собой вот так, в этом акте поиска, да, ответ на укол совести совпадает, да, то, соответственно, вот эта ссор, весть, она умолкает, и остается просто весть, да, весть, которая через вас сказал. Так вот, соответственно, у меня есть некоторые вопросы в этой связи, да, к психоанализу. Как он с этой сложностью, сложной реальностью вообще время на практике работает? Поскольку я сама не практик, мне это не очень понятно, да. То есть поле зрения психоанализа попадает в основном именно связывающий механизм, то есть можно ли вообще ставить вопросы свободизма, три психоанализа, мне кажется, вообще совсем нельзя, да, потому что эти механизмы человека не определяют, они определяют субъекта, да. А вот, соответственно, ну хорошо, вы можете пациенту вашему объяснить, что он связан, что у него ноги связаны, и ему идти дальше невозможно. Ну куда дальше идти, для чего дальше идти, психоанализ на эти вопросы не отвечает. Надо сказать, что Фрейд это делает намеренно, да. Я подозреваю, что он, надеюсь, что человек сам ответит на эти вопросы, он не берет на себя такие божественные функции. Вот, но, тем не менее, тем не менее, вот этот сам язык психоаналитический, да, когда вы имеете дело с живой реальностью, а Фрейд называет техническими именами, не технические вещи. Ну, например, вот совесть, о которой я много говорила сейчас, да, совесть проецируется скорее как вина, да. Творчество как сублимация, а любовь вообще никуда никак не проецируется. И вот когда вы имеете дело с живым человеком, вам все равно приходится с этими вещами работать, да. И вот здесь, на мой взгляд, психоаналитический язык, который Рикер очень метко назвал языком ментальный гидравлический, то, по-моему, вот в этой точке он терпит поражение. И, соответственно, разговор о свободе, да, психоанализе, он, в принципе, возможен, потому что она есть, с ним вы все равно работаете, как аналитики. Но она в психоанализе, так скажем, присутствует привативно. То есть, как в ее отсутствии или утрачивания. Становится она видна в том случае, когда она особенно утрачена, когда это уже просто режет глаз, да. Соответственно, вот это, этот важный вопрос, с чем на самом деле психоанализ имеет дело. Вот в Викенштейнаском смысле, как я говорила, вызвать врача, да, то есть с болью, вот это полевое поведение. Мне, например, ну вот как человеку, не работающему в этой практике никогда, мне это совершенно непонятно. Поэтому я бы, лично, я бы очень хотела бы услышать вот что-то от практиков на эту тему. Потому что психоанализ – это очень глустосное положение. Он работает с совестью, с человеком, а не субъектом, да, там, я не знаю, с любовью, да, а не с зависимостью. И он стремится к реальности, но, как Латар говорит, стремясь к реальности, он никогда и не достигает. Ну вот, это и моя ритма. Спасибо, Катя, большое. Передавая слово Артемия Владимировича, я только хочу сказать о том, что эта история с Эдипом и Фаустом и двумя типами разговоров, я как раз и вену гряду, что в данном случае мы сталкиваемся с некими моделями, аналитическими моделями, да, то есть и Тересий, и Эфистофель предстают как два способа аналитического присутствия, да, то есть как две аналитические стратегии. В ответ на, в краткий ответ на вопрос о том, что там происходит. Артемий Владимирович, я разверну вас лицом к залу, хорошо? Ну, у меня нету какого-то вот свернутое высказывание. То, что я думал про язык, в общем-то это примерно то, что думает Коршник, а про это вот статью написано. По тому, что калифи говорили верно. Вот, и здесь есть два вопроса. Во-первых, хорошо ли сознание, то есть сознание-то хорошо или плохо в целом? То есть у предыдущих ораторов получалось так, что вроде как-то хорошо, и что нам надо всем становиться более сознательными и мучить тебя и других еще больше. Но, в частности, как раз Брейд высказывал определенный поздний период неудовлетворенности культуры и так далее. Вот, то есть это первый вопрос. Второй вопрос. Насколько действительно мы сознательны, когда мы думаем, что мы сознательны? Поскольку предполагается, что действительно есть вот это то, что Анатолий Вильянович говорил, что есть раздвоение. Правая нога хочет одного, левая нога хочет другого. И тут мы становимся сознательными. Но, как мы все понимаем, это бывает очень редко. На самом деле. То есть обычно, когда правая нога хочет одного, а левая нога хочет другого, мы знаем, что какая нога правит. То есть слушаемся свою правую ногу. Потом мы можем переживать, разговаривать с собой в ночи. Но правая нога, она будет делать то, что она должна делать. И, в общем-то, 90% нашего времени мы движемся сознательно, согласно как раз языковым механизмам, которые нас полностью автоматизируют. то есть мы машинные существа. И вопрос в том, конечно, кто изобрел эти машины и в такой момент их настраиваем, то большую часть времени мы действуем под влиянием каких-то овеществленных стратегий. И эти овеществленные стратегии, они как раз языковые. Потому что язык – это именно средство отчуждения человека. И тут Мулакан об этом очень прямо говорит. И отчуждение, в частности, как раз сознать, субъективность. То есть дело не просто в том, что какие-то наши доязыковые, не знаю, наслаждения каким-то образом блокируются языком. Но те силы, которые действуют в нашей взрослой жизни, через язык, не через язык, а обычно через язык, они же, собственно, в этом языке и овеществляют. Вот был такой известный философ Луи Альтусер, который все-таки должен быть здесь упомян. Поскольку он на всю эту риторику, которую мы сейчас услышали, он очень жестко отвечал, говоря о том, что сознание и является именно механизмом порабощения. То есть не в том дело, что мы уже порабощены, и сознание просто дает нам какую-то ложную картину этого пакта. А дело в том, что именно благодаря сознанию мы и порабощены. То есть представьте себе домашнее животное, да, ну домашнее животное, как переходный этап, но обычное животное, диктое, и попробуйте его поработить. Это очень сложно. Вот я говорю, с домашним животным это получилось, но это каким-то чудом произошло, и они уже почти вошли в язык, эти домашние животные. То есть именно сознание и особенно совесть, это средство внушить человеку энтузиазм по поводу того, что вы хотите, чтобы он делал. То есть, например, одно дело я приду к вам с автоматом Талашникова и скажу, немедленно, значит, пишите эссе, или всех вас сниму там с зарплаты. Ну, вы напишите плохие эссе. А если я скажу, сейчас или никогда мы должны спасти наш университет и написать блестящий эссе, потому что это ваш долг перед вашим же собственным сознанием, оно, в свою очередь, значит, с вечностью еще как-то сверху, то вы напишите прекрасный эссе. Ну, это, собственно, моя воля просто написанию вами эссе, ну и по определенному также мучению, поскольку я потом вам поставлю плохие отметки, и вы будете мучиться за счет того, что вы не соответствуете моим каким-то моделям или идеалам. Вот. То есть, это момент власти, который осуществляется легче всего через сознание. И это, собственно, то, что нам говорит Альдуссен. То есть, это не значит, что нету ничего хорошего в сознании, поймите меня правильно. Это значит, что сознание – это диалектический феномен. И язык – это диалектический феномен, который, как в известной опере, является тем копьем, которое и ранит, и которое должно, по идее, спасать. Вот. Но поскольку это одно и то же копье, то в этом нет никаких никогда гарантий. Это вообще очень странный и сложный процесс. Вот поэтому, да, сознание, настоятельство, сознание, где действительно, когда кто-то чувствует свободу, оно всегда идет против самого же сознания. и культура, возможно, только как контур культуры. Когда начинают говорить о культуре, как в известной фразе «я хватает за пистолет», приписывается Геббельсу, но он вроде этого не говорит. Но, в общем-то, правильно он хватался за пистолет, если он хватался. Потому что, конечно, культура, она, когда начинается риторика про культуру, это значит, что выступают профессора какие-то достаточно зажиточные, у них есть какая-то любовь к бытию. И они начинают учить всех, как жить, в то время как другим жить просто ненастя. И, соответственно, у них нет у всех властей соломощи, как, с которых учить всех о том, как обладает сознанием. Соответственно, культура – это тиранический инстинкт. Кстати, Ницше об этом тоже прямо говорит. Но это не всегда хорошо. Иногда тиранический инстинкт, конечно, прекрасно, опять же, помучает кого-то. Но большое количество культуры действительно привело к катастрофическим последствиям. Действительно, катастрофа произошла от этой вашей культуры. Уничтожили же полмира от времени европейской культуры, времени белого человека и искусственной литературы. Поэтому сейчас идет отказ, который тоже неправильный. Я не поддерживаю нигилизм в отношении культуры западной, но ведь это на чем-то основа. Поэтому здесь есть вопрос. Действительно, возможно ли сознание совсем вне материальной детерминации, и если это язык, то возможно ли языковая деятельность, вне ограничения отчуждающими рамками языка, вот этой мерцанной его силой языка страшной. Возможно ли это? Ну и как его оживить? Где взять эту живую силу? Это центральный вопрос. В какой момент возникает сознание? Сознание возникает, на самом деле, против сознания, как я уже сказал, и происходит это редко. Надо очень постараться. В искусстве, безусловно, это возникает, но тоже не в любом искусстве. Не в современном искусстве. В галерею мы пошли, встретили этих всех моральных, сознательных, индивидуумов, и, значит, порадовались еще раз, какие вы сознательны. То есть трагедия греческая, она происходила при стечении всего народа на холме, и это было полурелигиозное действие, где действительно что-то такое происходило между ритуалом и выходом из этого самого ритуала, о чем нам Анатолий Анатолий Альянс и книга Шенна Правиле пишут. Вот что-то такое действительно может произойти, где язык действительно бунтует против самого языка. Язык обращается против языка, ритуал обращается против ритуала. Какой-то такой возникает ураборос, который нас все освобождает. И это возникает, безусловно, в модернистской поэзии, если опять же ее кто-то читает, настоит. Вот. И, соответственно, вот есть этот вопрос. Социально-политически, как я уже сказал, конечно, сознание связано с властью. И даже примеры Анатолия Юрияновича было один эгипт, а другой и опыт. Я думаю, это не случайность. Один царь, другой раб. Это, ну, в общем, оба эти примеры довольно грустные, но в реальности действительно в обоих случаях сознание возникает. И сознание возникает на пределе страдания, в ситуации раба, и тогда мы говорим о другом, о том, что мы ищем свое сознание в другом, мы не можем сами создать этого сознания. И в том же сознании возникает, когда ты этого другого подавляешь, убиваешь, когда ты царь, тиран, и у тебя тоже возникает чувство освобождения. Повторяю, сознание настоящее, условно греческая трагедия, оно возникает на стыке, можно сказать, в диалектическом синтезе этих двух субъектных позиций. Власть и рабство. Но, опять же, значит, это не то, что мы можем просто так воспроизвести. Это все социальный феномен. Власть, рабство. И действительно, ну, заключая, я думаю, что нам необходимы вот эти машины сознания, не в смысле машин-автоматов, то есть, когда они уже работают, а в смысле создания, изобретения машин сознания. Это очень сложное дело. И эти машины, конечно, требуют определенных социально-политических условий. То есть, является ли демократия, вот любимая Анатолием Юрьевичем и другими таким условиям, я очень сомневаюсь. Там действительно есть вопрос отношения к другому. Сознание обращено к другому, и язык обращен к другому, поскольку он должен быть, ну, находить какое-то, ну, непредсказуемое продолжение, безусловно. Но одновременно в отношении к этому другому есть явный садо-азохизм, желание его подавить и овладеть им при помощи языка. Вот необходим какой-то сложный коллектив людей, которые умеют друг друга мучить и умеют в то же время друг другу приказывать, но не делают это, да, или делают это обоюдно, да. То есть, это сообщество, где, как бы, не только ты обращаешься к другому, но и другой обращается к тебе. И снята вот эта, снята вот эта зависимость власти, она есть, но она снята. И вот что-то такое происходит в настоящем, значит, коллективе, который порождает сознание, как условные, там, какой-то греческий театр или что-то вроде. Но надо, кстати, помнить, что греческий театр был у имперского народа, который успешно подавлял, убивал, порабощал, значит, все окружающие народы, поэтому у них был такой энтузиазм, поэтому вот такие были прекрасные праздники, денег было много. То есть, тут тоже, наверное, без какой-то тирании не уйти, но, по крайней мере, друг с другом они эту тиранию подвешивали. И нам надо всем думать вот о том, как порождать сознание, да, но без того, чтобы в процессе порождения сознания пострадало слишком много народа. Спасибо, спасибо. А в чем? Ну, я продолжу. У меня такой подготовки к какой-то речи не было, особенно в этой замечательной встрече, но очень интересно, конечно, все эти темы. Я бы, наверное, хотела начать с того, что продолжу специально-техническую такую линию, начать уже в каком-то смысле затронутую предыдущим нашим ораторам, и обращу внимание на то, что ситуация векта языка бессознательного, о котором мы говорим, она ни в коем случае не является такой внеисторической, и она находится в своем контексте. Это ситуация фетеристического общества и бессознательная у нас предсказаляется как фетеристическое бессознательное, а не просто такой непременной, невременной такой личный какой-то экзервуар растей, который, или какой-то такой структурный эффект, который одинаковый, является одинаковым во все периоды существования человечества. Что такое фетеристическое бессознательное? Ну, это вот наше с вами современное такое бессознательное. Я в данном случае не сама придумала этот термин, я его не наимствую, а у своего друга одного и коллеги сам Атонсича, такого французского, ой, пардон, славянского, немецкого философа, исследователя локала, он в частности говорит о том, что Фрейд обращает внимание на то, что Фрейд говорит о работе бессознательной, работе. И вот эта работа, или труд производимый бессознательно, он как раз делает и делает нас, производит этот образ бессознательного, как какого-то трудящегося, рабочего. Что производит этот рабочий? Производит он тоже прибавочную стройность, в общем-то. производит прибавочное наслаждение, но также и прибавочную стоимость, потому что наше наслаждение включено в процессе потребления, мы оплачены ими, и мы можем далее... А, далее я хотела бы зарисовать вот эту схему с кружочкой, которая мне понравилась, она совершенно чудесная. Я хочу продолжить, и так... Ничего, что я стремила... Это уже не ко мне, а я... Да, я снова нарисую неправильные кружочки. Вот это будет большой кружочек, и он будет называться... Кружочек и автористическая бессознательная. Кружочек, это называется анализированная реприза. Отлично! И здесь будет у нас... Там была ФСБ, и здесь будет РГБ, да? Но схема точно такая же, только по этим линиям разворачивается конфликт, и этот конфликт носит классовый характер, это классовый конфликт, это всегда антагонизм, то есть это такой антагонизм, туда и капитала, я бы сказала, потому что капиталистическое и сознательное, это труд, все вот это вот большой, большой вот этот прожок, это все труд и производство, а это концентрация капитала. Ну такая, может быть, наверное, вызовет многое несогласие, эта схема, тем не менее, она произвольная, у меня ранее такое заготовленное, ушло мне в голову. Что касается, далее, разворачивание этого конфликта, мне кажется, он происходит не столько по линии традиционных конфигураций художественных жанров, как-то греческой трагедии, учусь сетипом или роман, паустом, а скорее этот конфликт разворачивается в каких-то современных жанрах. У меня нет четкой идеи, какая фигура, какая фигура являлась бы героем, да, который бы, который бы свое тело переживал бы этот конфликт. Может быть, у кого-то спонтанно рождаются какие-то идеи или соображения, кто бы это был, но герой нашего времени, это не Эдип, трагический герой, и не Фауст, герой, романтический, или Гамлет, а кто-то другой. Что касается другого, другого его, о котором Анатолий, например, говорил, об абсолютно другом, трансцендентном, такой другом, с которым мы и сообщаемся, который нам нужен для того, чтобы с собой, в себя прийти, в сознание прийти, из бессознательного состояния какого-то, из обморока очнулся каждый, и обнаружишь, что все гораздо хуже, чем мы думали, а этот другой, он куда-то уходит. Современный мир, его как раз интересная, такая, одна из интересных характеристик заключается в том, что этот другой уходит на задний план, он исчезает, другого становится, другой становится отсутствующим. И это отсутствие выражается в такой, вот, как сказал один замечательный, современный такой, ну, философ, публицист Бин Чулхан, немецкий, депрессии. Вот, то есть это не столько невроз, не столько шизофрения, с которой это рёс, связан капитализм, сколько депрессия, которая является таким современным диагнозом, деполярное расстройство, которое, на самом деле, что это вообще такое депрессия? Депрессия, это когда нас никто не любит, и мы никого не любим. Это отсутствие любви, это исчезновение эроса из отношений, исчезновение какой-то дистанции, которая была ответственна за такое эротическое напряжение между, ну, и другим. И я, как другой в этом смысле, тоже исчезаю, и мне не с кем, таким образом, мне не с кем поговорить, да, мне не с кем встретиться. Вот это вот отсутствие встречи, это и была бы такая новая трагедия какого-то современного героя, и его такой неразрешимый конфликт. Почему это происходит? Потому что другой человек, да, в 20 веке тема другого, это тема другого человека или какого-то другого существа, или какого-то другого пола, неважно, другой национальности, или просто какого-то твоего, такого соседа-друга или врага, он воспринимается, ну, вот в этом вот, в этой системной такой интеграции, как товар. Товар, товарное отношение в действительности, и, соответственно, язык оказывается в ситуации того, что ответственность за контактируемость отношений, ну, или отсутствие отношений, за вот эту вот циркуляцию. циркуляцию товара, и, собственно, вот такая вот замкнутая ситуация возникает. Вот, и мне бы, мне интересно, конечно, было бы нам поговорить вот об этой ситуации, и она, мне кажется, очень такой вот, вполне себе исторической, ну, и, собственно, на этом все. Моя реакция заканчивается. Спасибо, спасибо, Оксана. Ну что, Оксана, попрямляйте. Ну, когда я понял, что передо мной выпускают на волю все, мое, Оксана, я понял, что он мало, что у меня останется, что я добыча, наверное, для первого духа. Вот, поэтому несколько моих дополнений вот к этому повороту темы истины, бессоздательного в сторону социально-политических и политико-экономических проблем. Да, ну, вот понятно, что Эдит и Фауст это очень такие большие фигуры, да, если мы хотим к концу дискуссии, может быть, быть ближе немножко к нам самим, как бы вот эту дистанцию, развеляющую нас с Богом, все-таки не только развернуть, но и начать как-то их сворачивать, то можно предложить, может быть, какие-то такие более локальные во времени персонажи, но зато отражающие специфику нашей сегодняшней ситуации. Вот если использовать это понятие капиталистической связки сознания-бессознательного, для меня такой парочкой идеальны, конечно, являются два финных персонажей. Это Акатоны Пьера Паула Газолини и Петер из фильма «Фастбендера» «Я хочу, чтобы вы любили меня». Да, дело в том, что у этих персонажей одинаковый исход, можно сказать, трагический, они оба гибнут, да, в том или ином смысле гибнут. Да, но почему гибнут? Живут примерно в одной и в двух эпохах, да, потому что один всеми силами старается не работать, гибнут, да, а другой всеми силами старается работать и все равно гибнут. И вот здесь мы как раз и видим, что диалектика появляется, вот некоторая противоречивая фигура, да, и сами по себе эти фильмы очень феноменологичны, то есть там конфликт представлен не только как некоторая полярная, классная, противостоянная, если вы помните, а как некоторая действительно вот такая феноменология жизни рабочего или, наоборот, юнгентролитария, да, с какими-то незатеевыми, маленькими эпизодами. Эти персонажи, мне кажется, отличающие вот этой специфике феноменологического бессознательного террориста сознания. Второе, когда, понятно, все мы говорим об истине, у каждого из нас свои истории об истине вспоминаются, я в связи с истиной на автомате сразу две вещи вспоминаю. Ну, во-первых, замечательное определение философии, да, что философия – это политика истины, так что истина, есть что-то, что держится в режиме сообщества и сообщества определенного типа, то есть политического сообщества. А второе, что я вспоминаю, может быть, более такой экзотический сюжет, не буду называть это гарантированной истиной гипотезой, как первый докладчик замечательно сказал, ну, просто гипотезой, да. Вот, все мы знаем, наверное, с детских лет, что он истинно по-гречески олитерий. И все мы знаем, что об этом говорим хранили. Понятно также, что психоаналитик здесь будет сразу слушать намек на вытесненное, на возвращение вытесненное, да. Через двойное официальное мы можем столкнуть эту альтерию, как вот возвращение чего-то такого, вот это политическое, сознательное, языковое сообщество, чего-то такого, что иначе подпускать, ну, раз, навсегда. Ну, вот как-то решили прочитать все-таки новую науку Джамбатиста Вика, а вы знаете, он там истолковывает очень множество мифологен, да, истолковывает очень прихотливо, и, может быть, с точки современного науки совершенно, как бы, немотивированная, не точно, но гениальная. И вот, например, лету, реку запрещения Вика истолковывает неожиданно таким вот марксистским образом. Он говорит, лету, это совершенно понятно, о чем идет речь, да. Кануть лету может кто? Тот, кто похоронен без имени, и в этом смысле он не оставляет никакой исторической памяти. То есть, лето, это просто название погребений или могил тех в полисе, или в империи, или в королевстве, да, кто жил там, кто там работал, и кто был изначально лишен права. Люди, лишенные права, причем, самого важного права, право иметь собственное имя и быть похороненным под этим именем, по определению должны кануть лету. Тогда мы понимаем, что такое алетрея, да, это, в общем-то, класс рабочая. Люди, которые не имели имена, да, по тем или иным причинам, и все, что за именем стоит, пытаются его себе или вернуть, или его обрести, или себе отмолевать, они и осуществляют вот это движение истины в политическом смысле слова. И это, в общем-то, тот выход, вытесненный, который потрясает сознание правящих элит, которые у ВИК, кстати, называются отцами, то есть отрицами. И напомним уже из исследований Ханнарн и Агамбана, да, что вот это вот называние политического персонажа, да, полостителя суверенна именем отец уже свидетельствует о том, что политика превращается в экономику. В экономику в греческом смысле, как домашнее хозяйство, как диспатическая власть, да, где, в общем-то, граждане превращаются в подгон. Вот. И в этом смысле, если мы уже говорим об отцах, то понятно, что государство – это некоторая большая семья, вот, и здесь уже мы получаем вот этот, если хотите, протокапиталистический мир, да, где, собственно говоря, все отношения внутри вот этого уже, в общем-то, не совсем политического сообщества выстраиваются как вот некоторая такая вертикальная иерархия, когда вы непрерывно получаете какие-то поручения, указания сверху. Сегодня у нас этот человек будет назван не отцом, а эффективным менеджером, да, как там себя наш президент называл поначалу, или сих пор, по-моему, называли. Вот. Да, и, соответственно, жизнь в таком сообществе постполитическом, если угодно, приобретает характер экономический. Вот здесь мы сами получаем связку капитала и труда и, соответственно, сознания и согнательного, если использовать схему, которую предлагает Оксана, которые действительно работают в некотором едином режиме. То есть понятно, что в некотором смысле сознание и сознательное противоречие друг другу различаются, но есть режим, в котором они, наоборот, действуют заодно. И в этом смысле у нас и капиталистическое сознание, и капиталистическое бессознательное. И если Фрейд описывает бессознательное как работа, то Пуссор, говоря о сознании как интенсиональной деятельности, говорит о том, что оно существует режиме бессозначной работы, направленное на наполнение интенсии, встраивание более и более фронтозного мира и прочее, и прочее, и прочее. А если мы вспомним еще интерпретарскую феноменологию уже Питером Бергером и Лукманом, конечно, социальное конструирование реальности, то все вот это еще выстраивание вот этого интенсионального мира, мира связанных между собой интенсиональных объектов, служит еще и делочированию вот этой самой катастрофы или на языке Шмидта чрезвычайного положения, который является вот этой изнанкой вот этого хогита. Там Питер Бергер и Лукман приводят великолепный пример, когда мы утром просыпаемся, первое, правда, тут же исчезающее впечатление от мира, что это не моя семья, какие-то зловещие мерсианы вокруг меня находятся, и что вообще все. Ну и помните, пример Мелопатис перевернутым лицом, который выглядит поначалу как совершенно какой-то лунный объект. Ну, очень быстро включается вот эта вот работа, которая нормализует этот мир. Вот, кстати, сознание как функция нормализации, да, здесь действует как капиталистическое сознание. Вот, и, собственно говоря, функция другого, как некоторого, идеала, да, это, в общем-то, функция менеджера и капиталисты, которые задают нам все больше, больше всяких заданий, да, писать эссе, как сказал бы вот Артем, мы хорошо писать эссе, еще лучше писать эссе, да, может быть тогда и зарплаты станут, останутся прежними. Да. Эссеистически-то. Да, вы понимаете, да, не только так, говорил один из моих бывших начальников, и вот Инна Николаевна тоже, да, не понижение зарплаты, есть уже ее повышение. Вот, да, так что в данном случае все понятно. Вот, и, собственно говоря, да, возникает, конечно, вопрос, но все-таки, если мы говорим о бессознательном, например, да, и об истине, как, не только о чем-то, что вот порождает вот эту трагедию и депрессию, но и когда вот это самое само, да, превращается вот в этот объект желания, который всегда не тот на самом деле, и действительно исчезает, где вот это вот бездомное влюбление глаз другого, то понятно, что возникает вопрос, возможно ли какая-то некая патеристическая форма вот этого самого бессознательного. Вот в фильме Акатоне мне нравится загадочный момент, да, когда Акатоне там со своего девушек, которую пока-то назад любил, тут же он ее уже предлагает за деньги, да, сдать там, как сочинет, да, вот каким-то там богатым посетителям ресторана, да, над ним друзья начинают смеяться, и тогда вот он начинает там в каком-то неистовстве бегать, а потом подбегает к берегу Тибра и окунает лицо в песок. Вот это знаменитый кадр, он много даже фотографий спросили, здесь существует в дальней гаде, Акатоне смотрит, что как было в вас, как эту камеру, и все лицо у него в маске вот этого песка Тибра. Да, так вот если вспомнить, да, что в римской культуре имя собственное, да, имя свободного и маска, да, они неразрывно друг друга предполагали, маска, это, собственно, маска предка, да, которая свидетельствует о том, что ты свободный человек, то можно видеть в этом вот такую вот, в общем-то, совершенно безумную попытку, да, показать, что в этом мире, где ты либо нищий, умирающий с голодой, или ты аморальный тип, типа, субтенера, или ты должен разгружать железо, трус, который Акатоне сравнивает, кстати-то, со сверху, вместо собственного имени у тебя прозвище Акатонное, что означает, там, должен быть чипа, прожайка, и так далее, и так далее, да, вот это вот возврат к этому имени собственному, в каком-то смысле слов, да, есть вот эта попытка выйти на некапиталистический уровень бессознательный, возникает вопрос, что это за уровень. Это не работающее бессознательное, да, это то бессознательное, которое, если угодно, хранит образы счастья, те образы счастья, о которых линия философская, там, от Венинина, там, Леодорна, до того же самого Агамбана пишет, да, как, а вот некоторых фрагментов, которые с точки зрения капиталистической логики могут рассматриваться только как то, что должно быть ресурсом, подлежать модернизации, дальнейшему инвестированию капитализации, и так далее, и так далее, вот они должны в некотором остановленном комиссионическом времени быть рассмотрены как таковые и приведены к бездеятельности. Вот, собственно говоря, если бессознательное в политическом смысле это выход, да, на историческую поверхность, на поверхность исторического осознания некоторых чаяний, да, некоторых мотивов вот этих вот, некогда без имени и права погребённых в рейте, да, то вот этими вещами будут вот эти самые обломки, которые подразумевают совсем иную форму феноменологии. Они будут описаны не как части некоторого единства, некого телеологии, которая должна эти обломки, с помощью них воссоздать какой-то новый прекрасный мир, а она должна спасти и сохранить их такими, какими они есть, и, в общем-то, взять покой вот этим призракам, поскольку лети никакого покоя они не имеют. Если бы они были в покое, то лета никогда бы не превратилась в элитаре. Спасибо. Спасибо, профессионал. Ну и вдруг завершает меня. Спасибо. Не думал я, что я буду последним. Кто-то тут. Это пустота жил. Да. И в этом смысле довольно интересное у меня ощущение, потому что, когда я готовился к круглому столу, мне казалось, что тема настолько широка, что практически никуда, ни с кем не будешь пересекаться, если будешь, что не очень сильный. Пока слушал всех предыдущих задачков, говорили, мне придется одна очень простая пара. Все-таки у нас, я про себя, есть школа. Потому что странным образом и сюжеты, и тексты, они очень во многом пересекаются. И в этом смысле, начиная говорить последним, очень трудно оказывается не повторяться и не толкаться. И я бы отопнулся двух вещей, а именно от того, с чего начал Михаил Александрович, я просто процитирую, мы всегда говорим о себе, даже если даже не замечая это. И вторая вещь, я тоже позвали себя процитировать, что вообще-то говоря, любая культура, тут, кстати, по картине Владимировичу правильно присутствует, я могу спокойно говорить о культуре, ибо не профессор, не обладая всеми инстанциями грананической власти и прочее. И денег у меня, конечно, куча, да, с знаменитой шутки Брауэра, да, и знаете ли еще, как и на восторге. Но, не важно, да, это сценарий приведения в сознание. И то, и другое, да, то есть и сценарий приведения в сознание, и то, что мы всегда говорим о себе, позволяет для нас самих обнажить некоторую двойственную ситуацию, да. Мы ведь можем заметить себя, ну, то есть заметить то, да, что мы говорим о себе каким-то образом, в чьих-то глазах. И два года назад Антоний Борианович предлагал заботу о себе читать именно как замер на себя, да. У нас же в Офе на лекциях, то есть переводя императив, да, о заботе о себе в императив, да, заметь себя. И так, кто, и окиляр, на память хороших все ходы записаны. И в этом смысле сразу возникает вопрос, да, в чьих глазах. Точно так же, когда мы говорим о том, что есть сценарий в сознании, можно спросить себя о единственной лице сценария. И мы опять же понимаем, что у них там. И заданная с самого начала бинарная логика, да, вот этих двух фигур обнаружат возможность и исследователей, если угодно, в ней работать. Когда мы начинаем говорить о бедзибе, просто, будучи отосланными к некоторому древнегреческому контексту, мы понимаем, что, да, заметка себя может быть в глазах других, и это называется очень просто, позор, да, глаза в пограждан. То, что страшнее смерти, это только и лечебник всегда выставлен, и в своих собственных глазах. Да, собственно говоря, то, что обнаруживает себя в моду. Сибирь? Да. Вчера говоря, безносительно. Опять пошло это. Да, надо на скайпах, чтобы вы замыслили себя те, кто очень... Модущая вина, которая все-таки выносит для меня на самом деле себя. Если брать фигуру, да, а именно фигуру Пауста, я там, я там, понимаем, что у нас полка, что было очень внимательно. это не так. Причем, приемлемо тем же мастерам. Это сам себя, пока вы начали читать пианки. Это зуберцы, не гидальная концепция. Причем, мои, и мишки, как раз. Это самое интересное, куда берется подбежение. давайте все хорошо в том смысле, что мы все время говорим о каких-то разрывах вот пожалуйста, есть разрыв речи если бессознательность контррирована как язык то почему у нас локантра моя, речь сейчас в общем, мое бессознательное через свою речь закрывает прямо эти фрустрирующие механизмы зато сразу меня и в общем, извиняй, это вот меня требует что речь не боится если возвращаться к фигуре Этипа, то мы понимаем, что есть некоторая преднегреческая пара, Вина и Базор в данном случае я отсылаю, например, к совершенно замечательной книжке Жан-Коля Вернамо «Происхождение преднегреческой философии», где он описывает ситуацию кризиса металлогического осознания, как то, что переживает со своими греками в качестве вины и позора и позор, это уже неверно, это уже я то, что каким-то образом фиксирует меня в глазах другого или в глазах других, точнее сказать то есть это оказывается тем, что мы фиксируем или маркируем под видом позора в глазах сограждан тогда как вина оказывается, собственно говоря, моей виной, если угодно герметизирующей меня замыкающей на себе и так далее вот это первое, какая-то такая оппозиция или возможность, если угодно, заметить самого себя и в этом смысле напоминаю вам в каком-то отношении позаботиться или в начале себя позаботиться вторая оппозиция, связанная как раз для меня, по крайней мере, с фигурой фаустов это оппозиция, в которой, понятное дело, раньше может быть найдена у каждого а именно уважение и совесть двух модусов, которые, собственно говоря, хант вводят очень интересным образом уважение, говорит Кант, к моральному закону может для меня и почти всегда является для меня предметом неудовольствия мне не нравится мне нравится то, что я обнаружил, что кто-то может следовать моральному закону например, так не могу я то есть мы снова получаем фигуру какого-то другого в этом смысле то самое уважение, Кант которое я не могу не испытывать оказывается для меня чем-то таким, что связывает меня с другим порождает некоторое неудовольствие порождает то самое неудовольствие тем не менее, формирует то, чему я не могу не связывать совесть, опять же, обнаруженная некоторым противоположным ввести она уже предположена в вечном смысле, что является некоторым спонтанным запускающимся механизмом совесть вроде бы не предполагает другого и в этом отношении мы имеем две фигуры, две оппозиции, если угодно, себя и другого потому что вообще, сталкиваясь с совестью, я кое-что о себе узнаю и более того, узнавать о себе могу довольно долго ну, например, смотрите, в самом простом размышлении я могу обнаружить, что то, что я считаю не должным, не вызывает у меня мук совести то есть мне должно быть, но мне не стоит и в этом смысле я могу всегда отсюда уже что-то про себя узнать в самом непосредственном образе я уже могу обнаружить некоторые разрывы но я могу двигаться дальше, я могу спрашивать себя то есть готов ли я или согласен ли я быть таким человеком, которому не стыдно за то, за что должно быть стыдно и дальше я могу спросить себя, почему я согласен или не согласен то есть в этом смысле совесть обнаруживает некоторые горизонты, некоторую возможность познания тогда уважение в этом смысле обнаруживает некоторый горизон действий и опять же, эти фигуры совершенно замечательным образом дарив мута с тем, что было бы на самом ряду ссылаясь здесь все того же о Кивиа он говорит, что Платон, по сути нам говорит, станет взрослым ну, очевидно, в буквальном смысле соотнесенность Ханта в другом смысле станет совершеннолетним да, если брать знаменитый Дед Ханта на вопрос о том, что такое посвящение и мы снова обнаружим натуральность туда между взрослым и совершеннолетним и здесь снова оказывается вот эти две фигуры Этипа и Фауста вины и совести позора и уважения вдруг оказывается снова в каком-то странном диалоге снова каким-то образом сталкиваются друг с другом то есть здесь что-то происходит да более того, смотрите не могу не сказать еще одну речь да опять же Александр Игорьевич говорит да, совершенно замечательным образом я это слушал не первый раз и все еще люблю и бесконечно люблю этот период речи да, о поисках самого самого то есть самейший сактор что мы должны найти? мы должны найти некоторую точку отождествления да опять же да, девиз просвещения по кандуму сами тоже хорошо помним да, имеет мужество пользоваться собственным умом всегда можно спросить собственным это чьим? это каким умом ты будешь пользоваться? да и в этом смысле мы понимаем, что да, когда точка отождествления или точку самости а как бы вообще, так говоря, точкой проблематичной да и вот отсюда, да, здесь я хотел бы предложить перевернуть эту ситуацию да перевернуть ситуацию в смысле вот опять же, Владимир, спасибо ему он разрешил мне говорить о культуре да, именно в смысле некоторого культурного кода да, и тем самым вернуться к воле объективности, интерсубъективности как некоторым коем промыслом таким образом, да вот это одна из самых, наверное, спорных частей моей речи потому что до этого я старался быть все-таки аутентичным, да и докладчиком всего на самом деле а вот здесь я больше перестану быть аутентичным да, давайте представим себе простую ситуацию да, чистый аутсоль ну то есть ситуацию, в которой, да, моя совесть на самом деле числа более того, опять же, спасибо что мы имеем в такого рода ситуацию например, в случае с Овом ну, когда мы читаем книгу Овом мы видим, что приходят друзья и начинают предлагать ему самые разные объяснения того, что с ним произошло ну вот ты, наверное, где-то согрешил ты чего-то не знаешь что-то с тобой еще не так и мы знаем ответы Овы, да собственно, то, что он повторяет каждому из друзей один тот же ответ нет ну то есть совесть чиста, да почему я предлагаю перевернуть ситуацию посмотреть на Иору потому что для меня совершенно очевидна одна вещь боль становится нестерпимой вот когда вина имеет место да, когда моя совесть не вполне чиста это позволяет мне перемериться с волей потому что это в каком-то смысле ставит меня на позицию другого я вот знаю, что я чего-то не докрутил чего-то не доделал, да или на его месте я поступил бы с собой так же даже если это его место а когда совесть чиста больше становится нестерпимой и в этом смысле, да вообще-то говоря, вина сразу же является некоторым страховочным механизмом она в каком-то смысле позволяет мне с этой самой волей сжиться и вот это вот, да, такое классическое и культурное представление о стремлении к чистой совести о том, что делает меня свободным здесь начинает давать совершенно ощутимую трещину в том простом смысле, что нужно еще решиться на чистую совесть нужно еще решиться на то, чтобы стать свободным и тогда кантовская формула, да, имение мужества действительно обнаружит муж в чистом виде в свою очередь можно перевернуть ситуацию, да, связанную с уважением или позором в глазах сограждан ну давайте себе представим, что человек на самом деле безупречен ну или хотя бы в какой-нибудь ситуации все сделал правильно если мы будем на две секунды чистыми сами с собой мы сможем честно разговаривать и мы этого никогда не простим никогда то есть если вдруг человек приходит и заявляет, что он никогда не врет что мы начинаем делать мы начинаем искать, да, где же ты врешь подстраивать всевозможные ситуации делать все, что угодно, да и в этом смысле это совершенно простая вещь, да, смотрите человек, который, например, все сделал правильно должен был бы прощать должен был бы вставать на позицию прости им господи, да не ведут, что горят не простят ему, да и в этом смысле, да, если перевернуть эту ситуацию то здесь я могу сослаться на Александр Константинович Черноглатова, да он интерпретировал его в таком лохановском духе как необходимость удостоверения другого когда больше становятся нестерпимы, мне нужен другой, который придет и скажет ну окей, да, вот я тебя вижу, или я это сделал, или я это сделал потому-то, да и это фиксируется в вопросе, чего ты от меня хочешь собственно, единственный вопрос, который его-то и не задает он не спрашивает, чего ты от меня хочешь, чтобы все это прекратить в свою очередь, да, смотрите, когда мы говорим о прощении, переворачивая эту самую ситуацию то мы обнаружим, да, что прощение как невозможно ну, то есть то, что человеку не прощают, да, его безупречность оказывается тем, что не позволяет в этом смысле, да, даровать прощение прощать некого, то есть прощать некого они не понимают, что творят, они не ведут, что творят в том смысле, мы не знаем, на что это прощать и в этом отношении, да, мне кажется, здесь, да, на самом деле вот эти две анастезирующие процедуры, да, когда я, ну, частично имею или но, частично не имею, да когда я, в общем, все делаю нормально, но, ну, неправильно, да вруну вроде как по мелочи и так далее, вот эти все вещи, да, они рождают два феномен, можно так сказать, которые, честно говоря, всегда меня десит всю мою жизнь, а именно, хорошего человека это как раз ситуация нечистой совести ну, это же хорошие люди, говорим на это вот совесть нечиста, а люди хорошие собственно говоря, самые страшные вещи делают именно хорошие люди а не убийцы и не садисты всех отсылают в совершенно замечательных книжках анаринс, рейхмам Зоевсалима, да а второе это достойные игры ну, то есть, чек достойный, там, не знаю, уважение, что-нибудь еще, да достойный, но не обладающий достоинством то есть чек, который может сегодня выпутываться из некоторых двусмысленных ситуаций, но в них попадает в них, да, да, чек обладающий достоинством туда просто не попадает и, мне это как раз представляется, да, что, смотрите, первое мороз мороз, да, мороз нечистой совести задает нам ну, естественно, чистой и нечистой совести задает то измерение истины, о котором можно говорить об объективности ну, то есть, да, смотрите, какое дело сущему до того, что я не винил ну, или Господу Богу ну, то есть, в этом смысле, да, когда Господь из горя Гаврилля там же его спрашивают ровно об этом ты можешь, там, Мирсов и то, другое, третье, пятое, все, ну, что ты можешь делать? он говорит, нет, не могу он говорит, ну, а чего ты тогда? а чего тогда? ну, а он говорит, ну, да, ничего, все нормально ты меня уже удостоверил, уже из горя Гаврилля все, спасибо, я пошел, да больше на вас тюрьги ну, купали, в смысле ну, и мы понимаем, что, как бы, да, однажды туда не ушла в этом смысле, да, смотрите модуль, соответственно, да вот этого уважения закона, да я бы как раз связывал с собственно говоря то есть более объективной, да и вот, мой тестез был очень простой потому что объективность рождается из вот этих самых неполных новосток то есть нечистой совести и достойного хороших людей и достойных людей, да то есть там мы, как бы, что-то такое узнаем и вот в этом смысле, смотрите, да что является, двусловно, нестезией здесь я согласен с Михаилом Александровичем, да, со всеми говорящими что язык действительно выступает от некоторой анестезией то есть как только я назвал нечто вот есть то, что Александр Григорьевич называет ситуацией не по себе но не не по себе это какая-то моя ситуация, которую я как-то с собой сталкиваюсь а потом я это назвал, тревога и как только я это назвал, у меня сразу запускаются интеллектуальные ситуации например, тревога, это расщепленный субъект где-то на коридорте прежу возвышенная и я сразу начинаю чувствовать себя героя вот что я переживаю я переживаю некоторое себя в героическом состоянии которое каким-то образом сталкивается со своей расщепленной субъектом я назвал это страхом, спутанностью и так далее и в этом смысле, смотрите, запуск той или иной интеллектуальной ситуации начинает формировать мой субъект у меня в этом смысле очень не понятно, о чем Екатерина говорила в буквальном смысле, да, формировать какой-то или иной субъект ну, субъект тревожный, спутанный, еще какой-то псих и этот самый запуск интеллектуальной ситуации да, формировать субъект так, что я как человек могу и узнать ну, то есть мне говорят, понимаешь, ты переживаешь тревогу я понимаю, да, тревогу сейчас я надеваю на себя эту маску в буквальном смысле я одев на себя эту маску, я благополучно дальше знаю, что мне делать, да я получил в этом смысле не просто на стыде, я получил возможность не сталкиваться с собой со всеми витягающими, да более того, мы с вами понимаем, что, вообще-то говоря, запуск той или иной интеллектуальной ситуации позволяет еще и варьировать я могу запустить интеллектуальную ситуацию по Фрейду, Лакану, Трянь, могу по Хайберге например почему нет-то, да? но всякий раз... по Сослану по Сослану нет, но сегодня мы все говорим по Михаилу Аркадьеву мы так рад продолжаем, да? а давайте продолжать его до конца так же да, то есть могу запустить ее по любому сценарию и запуская ее по любому сценарию, да, то есть как бы я осуществляю определенный выбор своей субъективности то есть в том, что я дальше сам его буду думать то есть я это так назвал, я так запустил эту ситуацию, я это потом в себе же обнаружил и стоит предъявляться, что я веду себя соответствующим образом то есть в этом смысле, да, мы снова возвращаемся к тому, о чем говорил Вибихин, да, говоря о совести, что я мог убить другим ну, то есть так, и, соответственно, обнаруживаем для себя горизонт возвращения и, да, воспоминания ну, и вот, чтобы чем-то закончить, я понимаю, что пятикратное начало, видимо, позволило позволяет облинить речь, не буду этим пользоваться да, я бы закончил очень простую шутку если здоровый человек, это человек, у которого есть силы не ходить ко врачу то человек, обладающий самостью, там, способностью любить собственным желанием и так далее это человек, у которого хватает горе, не хотите сканерить спасибо Друзья, у нас есть выбор шиперов и у нас есть возможность отреагировать друг на друга если есть устройство и необходимость да, да, можно может, я только две мысли во-первых, по поводу самое само это я потому и не упомянул этот шаг что для меня этот шаг означает границу, которую тут вообще не обсуждали границу между сознанием и мышлением мышлением что такое самое само это вовсе не просто я согласен совершенно самоосуществление но что теперь в следующий вопрос что я в качестве самого себя осуществляю я послушаю себя а что так вот это что такое самое само не я сам обратите внимание не что такое я сам а что такое самое само именно что такое самое само любого на что я обращаю внимание спрошу это что такое там я не знаю Бог или насекомое я спрашиваю это что такое я спрашиваю о том а что оно само само не случай не, не разные там его стороны что у него шесть ног не об этом что оно что такое муравей что такое Бог что-то короче говоря мы переходим к Платоновской идее Что оно такое само по себе А это проблема мысли А когда только я определю Например, самое само Это нечто вот эйтос То есть некоторый цельный образ А тогда я скажу О! Что значит быть самим собой Надо, как говорили платоники Сделать из себя статую То есть высечь Вот работа над собой Это так точно, как скульптор работает над статуей Извояние Чистое извояние самого себя Ничего на веке вообще А именно самого себя Моей собственной идеей Но это вовсе, ну все, как я сказал Это первое Второе, что касается политики, политэкономии И так далее Значит, для меня чрезвычайно важна Эта сторона дела Только вопрос Уважаемый, начиная от Артема И заканчивая его Вами Вот в чем все дело Капиталистическая, бессознательная Отличная Вопрос А соответственно, я совершенно согласен Что все эти сознания, бессознательные имеют это социальное измерение Они все представлены социально Они просто психологически То, что для меня Более Ну что вам такая разница Что для меня Значит И это значит Что для нас Чрезвычайно значимо Вот это самый Как это Эдипальный Метафор Эдипальный Баус Штайн И там не знаю сколько Имея в виду Где и что Грекция Это Греция Трагедия Это Грекция Она прописана там В греческом поле Они с ней связаны С этим обществом Нельзя называть это общество Некой формацией капитализма Да, там Я не знаю Я уже забыл Все эти категории Ну разумеется Там социальная ситуация Только она совсем другая И если мы хотим Психологические категории Транспонировать В эти социальные Или раскрыть Через социальные Картинки То надо иметь в виду Что это общество Устроено иначе А не просто Что оно Деспотическое Что оно уничтожает Огромное количество людей И так далее Это ко всему относится И абсолютно Бессодержательно Стало быть Вот вам Ну возьмем Старый мартизм Пожалуйста Ну разберите себя В психологической смысле В психологических этих Тартрактов Вот Античность В средневековье Что вы еще там Насчитываете И наконец Действительно Вот это Что там Может быть В качестве Чего-то К чему мы стремимся Свободно Это все Утопическое мышление Которое Которое Утрачивает Вот то О чем Для меня Самое главное Вот этот Трагический Как будто Может Человек Существовать Не трагически Вот он Существовал Трагически А теперь Мы начнем Жить В коммунизме Это Это Часть Это Все Последнее Теперь Последнее Что я хочу Сказать Вот Всю Эту Связку Язык Сознание Полис Сказал В одной Небольшой фразе В политике Аристоте Определяет Человека В отличие От животных В отличие От пчел Муравьев Он Сказал Что Это Его Определение То есть Родозидовое Определение Живое Существо Обладающее Локосом Это Можно Переводить Как речью Или Как это Лангажем В разговоре В языковой Деятельности И так далее Но это В нем Стоит Через запятую С еще одним Определением Того же самого Человека Зол Политику То есть Животное Животное Это Родовое Определение Во вся Животное Животность Присутствует Но Видовое Не родовое А видовое Определение То есть То что Определяет Его Как вид Это Политику Он Существует И для него Эти вещи Связаны Политическое Это Не значит Социальное Это Будет Ну Вот Хамнуарю Покуминали Она В этот Самый В Вид Актива Об этом Очень Подробно Говорит Что Свободный Человек Сфера Свободы Для Греческого Человека Это Пуэз Не Социум Который Работает Это Пуэз То есть Что Это Такое Это Беседа Свободных Людей Целудно Рожденных Конечно Это Заранее Предупреденные Не важно Но Это Их Беседа Они Решают Судьбоносную Как нынче Говорят Проблему Беседу Они Впервые Осознают И В качестве Виновников Своего Собственного Бытия Сознательных Существ Сознающих Что они делают Мыслящих Существ И так далее Существуют Вот в этом Полисе Таким Образом И Аналогичные Вещи Мы должны Найти Во всех Других Исторических Эпохах Я Говорил Про Культуру Ну Забудем Они Не забудем Извини Вот А я Сейчас указываю Вот на то О чем Говорили Мои коллеги На социальную Представленность Того Что мы считаем Психологическим Вот Забвение О мышлении Говоря о сознании Вообще Что это такое Что оно там делает Ни слова Мышления Не было В момент Сказано Ни раз Во всей Нашей Много Долговременный Многоумный Да Мышление Не было Сказано Что это такое В отличие От сознания И не просто Как промышление Решение задач Какие-то Это же ведь И есть дело Там Ну Философские Прошу простить Вот Все Я Просто боюсь Сейчас слишком Заделать внимание Я понимаю Что все Устали Тут только одно Короткое Вот Примечание Замечание По поводу Того Что Тут произошло Некоторое Смешение Самое Самое Это ничто Ничто Которое Что собственно Статуя Что собственно Эта вещь Что собственно Этой Мобильник И так далее Что Или что Собственный Человек Что Это вопрос Уже Уже Чем-то Подготовлен Который Может задаться Только из позиции Когда тот Кто спрашивает Уже стал спрашивающим Который В стороне Смотрит На вот эту вещь И указывает На нее Чем-то Пальцем Спрашивает Что это такое И то Что должно Получить В ответ Это то В чем Стоит Действительно Эта вещь Ее сущность То есть Ее определенность Или форма Сотеревского Форму Все столы Они Столы Поэтому Говорят о стоимости Которые Вне времени Вне пространства А столы Во времени Пространства Они стоят В этой стоимости Вечно текучей Между прочим Где граница Встроители Полот стола Нигде Посмотрите Микроскоп Нет Так вот Вечно текучие вещи Стоят Все Когда мы говорим Самое Самое Когда Это Уточняется Тожество Говорит Тожество Тожество Нигде В мире В вещах Нигде А где оно есть И где оно возникает Оно возникает Когда Получается Вот эта Ситуация Когда человек Ну Можно называть Взрослением Как угодно Это условный язык Конечно Но человек приходит В себя Становится человеком Взрослым Замечательное Выражение Анатолия Гриановича Есть Научность Быть Пересиливает Вот что она Пересиливает Желание Вопрос какой-то Главный Вот человек научен быть Он живет Как Алтевят Ему 18 лет Он хорошо знает В каком мире Он живет Курсом Все он это знает Все Вроде Он научен быть Но он еще не взрослый Потому что он научен быть И научность быть Мешает ему Стать взрослым Условно Это вот то Что он тут Называется Сознание А может быть Мышление Так вот Мышление в этом смысле Это некоторое упражнение По приходу в себя Когда вот каким-то образом Нас Сократ Чем занимается Он и трясет всех Он говорит Вы так много знаете Вот ваше знание Вам мешает Вообще что-то Вообще понять И быть собой И самими себя Стать самими Вот это обращение Рефлексия Буквально рефлексия А не в смысле Мышления Рефлексия на себя Она впервые делает собой И вот тут Засекается Эта самая Точка Тожества Которая Не определенность А начало Определенности Начало Вполне в смысле Хайберска Безначальное Начало Потому что Это каждый раз Некое сбывание А не Какая-то Фиксированная точка Не Бог Не интернцендентное Начало Ничего А вот это Ситуация Переводящая Холософский язык В общем Сугубо современный Спасибо Спасибо А вам Лена хотела Продолжал краткий Мета-анализ Всей нашей Ситуации Дело в том Что психоанализ Дискуссии Не было практически Вообще Хотя Крупный стол Предполагался Сказал Что он будет Посвящен Психоанализу Но этого не случилось Скорее Случилась Адресация Адресация Категории Психоанализа Кому-то Кому я пойду Или кому я не пойду Кто-то Кто-то Кто умеет Работать с болью Или не умеет Работать с болью В общем Я услышала И я думаю Что зал был В данном случае Психоаналитиком Потому что Мы услышали массу Психоаналитических Запросов То, что мы называем В соответствии Полном соответствии С той Так сказать Посылкой Что каждый Говоря Говорит о себе К сожалению Ну правда Я вот Совсем не слышала Ни про Фауст И ни про Эдипа Ничего И коротко Говоря Опять же Чисто психоаналитически Рассуждая Над Эдипом Давлеет рог Он ребенок И он Ослеп Ослепил себя Чтобы не видеться Эдипальные ситуации А Фауст Приходит К психоаналитику Сам После попытки Самоубийства И задерживал Своего Аналитика Не давая ему Уйти Это совершенно Разные ситуации Исторические В первую очередь Это разный субъект Вот пожалуй Это начало Того разговора Который Очень надеялась Извините Что его Нестоялось Я Приношу Своей В том числе Извини Насколько я понимаю Все таки Мы не планировали Круглый стол Как С акцентом Синергическим Все таки Мы планировали Да То есть Я бы хотел Несколько Ну Тоже Таких ответов Дать Во-первых Я должен сказать Что по-моему Все было здорово И интересно Просто Вот непрерывно Правда? Вот Потому что Мы как-то Все время Говорили о главном По-разному Но о главном Вот я Но я Хотя бы Все таки Чуть-чуть Примести Еще Полемику Свою Ну Во-первых Я хочу Артем Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Да Ну Во-первых Артем спросил Да Ну Собственно говоря Он спросил Сознание Плохо или хорошо Да? В то время как Все началось С чего? С фигнистической катастрофы Да? То есть Вообще Друзья Я хочу Все таки Вернуться То Откуда Мы сбежали То есть Мы пытались Сдержаться Но мы сбежали Из области Фундаментальной Антропологии Не какой-нибудь Частной Антропологии Психоналитической Антропологии Капиталистической Антропологии И так далее Нет С самого начала Была сфера Фундаментальной Антропологии То есть То О чем Мы можем Говорить О любом Человеке Который Когда бы Ни Был Родился Который Жил бы в любом Из возможных Представимых Обществ Который Когда-либо Еще Родиться И тоже Будет Вот это Собственно Тот Аспект На который Я То что Я называю Инвестической Катастрофой Как человек Друзья Мои Человек Обречен Речью На сознание И это Хорошо И плохо И страшно И прекрасно Одновременно Человек Обречен Именно Речью На свободу На свободу Он Обречен Элементарным Ситуацией Обмена Словами Первичным Первопытный Человек Был обречен На свободу И что он стал делать Главное От нее Бежать Что такое Миф Первичный Или миф Развитый Что такое Ритуал Это все Формы Бегства От той Свободы Когда человек Обречен Это страшно Свобода Это страшно Человек Вообще С самого начала Страшно Он Преступен По определению Причем И в хорошем смысле Потому что Преступами Есть Трансцендирование Но он Преступен Потому что Он с самого начала Будет творить Все то что он Творил Потом Всю свою Историю Причем Творите С вами ближайшими Вот только Вот тут Здесь Вот рядышком И совсем Человечно Когда он Доберется До возможности Творите Как он Добрался Последние 100 лет И это Связано С речью Мы на это Причины То есть В каком смысле Мы не обречены Нами на этот сценарий Мы можем Подследить Каким Мы пришли К этому сценарию Какие именно Разрывы Привели нас К этому сценарию Но то что С самого начала Первый же человек Первое существо Которое не просто На что Вероятно Творит что-то указал Но Мы получили Неизвестно Откуда Вот эту возможность Что-то назвать И одновременно Назвать себя И обозначить В речи И это все В диалоге Это всегда Я и ты Не бывает Никакого я без ты В любой Именно Ежесекундном Я Диалог Есть Абсолютная Реальность И этот диалог Это страшно И одновременно Прекрасно Потому что Не было Никаких великих Презвенескусов То есть Не было бы Никакого Акрополя Не было бы Никакой Сикстинской Капеллы Никакой Девятой симфонии Не было бы Освенцима Вот что страшно Нет никакого Состояния Прекрасного Человека Нет никакого Некапиталистического Хорошего Бессознательного И все наше Бессознательное Абсолютно Разрывное Нет Нам некуда К хорошему Стремиться Мы единственным Можем это Состоять В этой точке Разрыва Это единственное Что нам остается В этом же Проблема Чем больше мы будем Псианализ У тебя все так Хуже будет Мы только Замазываем Только Склениваем Потом Оно опять Разрывается Боже Психоанализ Психоанализ Это просто Один из способов Стретки У нас Первобытный миф Гораздо Более мощный Способ Психоанализ Что там Психоанализ По сравнению С первобытным мифом Да ничего Просто Михота Отличный Пенал 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 В первый день Своего Пенал Ну же Не психоанализ Пенал Да Да Но друзья Мы же о чем говорим Мы говорим о суициде Мы говорим о Мы говорим о Неизбежности самоубийства О неизбежности самоубийства Потому что Единственное Почему человек Что такое вообще человек Который убивает себе подобных Он убивает сам себя Почему это неизбежно Всегда Потому что Единственный способ Высказать эти речи Это только смерть Другого способа Нет Друзья Мы не можем Избежать Ни свободы Ни насилия Мы не можем Обязать трещины Мы можем Пытаться Уменьшить Количество Ужица Но если мы хотим Полностью от этого Избавиться Только самоубийство Причем не обязательно Оно будет разным Секундочку Именно так Именно так Именно так Более того Самоубийство человечества Вот перед чем Мы сейчас стоим Мы получили средства Для самоубийства Да И это вызов Это вызов Это социальная психотерапия Есть другие Да Да Нам нечего Терапевтировать Нам нечего Потому что Лучшее что мы делаем Когда мы стоим В точке разрыва И худшее Когда мы пытаемся Это склеить Потому что Великие художники Сознательно стояли Всегда В точке Абсолютного разрыва То есть Когда Гейна Говорил О том что Трещина прошла То есть Мир раскололся И прошел Читом Молитет Он не говорил О романтической ситуации Он говорил О фундаментальной Антропологической ситуации Что смешного Какой статус Гейна Про то что Как орган Что-то У кого там Деторождение Деторождение Вот там Да Мы не помним Гейна Давайте тогда Раз мы не помним Гейна Раз уж мы вспомнили Его Поэзию Я прошу Соребенную статус Коротенькое Коротенькое статус Принялись Что оно Оно написано На грузинском языке Это Да И там будут Грузинские слова Немножко Вот Это был Ксен Табидзе Естественно Да В переводе Нашего Недавно ушедшего По-моему Гениального переводчика И поэта Владимира Леоновича Костромского Вот Поэта Который Очень любит В Грузии За его Как они считают Как он гениальный Перевод Табидзе Стихи такие Называется «Вместо молитвы» Облако Пролетает Будто сорванный Парус Горный кряш Извояние ветра И корабля Я заклинаю Хаос Сминда Арс Сминда Арс Сминда Арс Хаос Вечерей Земля Имени Твоему Отзывается Строго И слитно Розы Жертвенные Разбросаны То мерцание Долин На вершинах Мятежных Почит Моя Молитва Я Твой гений Ох Хаос И оформ И о твоей властине Вот это единственное, что нам остается Конец Спасибо 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 Аплодисменты 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 Продолжение следует...